Первое, Deus Ex это пиздец. Reliable пиздец. Первый, софт-лаут, это пиздец. Я бы панк для меня пиздец. Я все ругаюсь, 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 я поворачиваю, она за мной стоит, я прям на нее смотрю, я понимаю, какой я мудак. И Марио прыгает, и у тебя бесконечный мир, и мой мозг просто... Я вот недавно купил Switch. Вот эти все Heavy Rain, все эти Detroit, блядь. Взгляд на изочарование отца, ты знаешь, я вырастил крысу. Дайте старикам помастурбировать на счастливое прошлое. Какой бы ебанутый человек будет делать ебанутые вещи. Это мой первый семейный клип, который можно показать детям, и там нет мата, там нет крови, нет насилия, есть пару взрывов. Почему огромное количество, особенно в России, плохих режиссеров снимают второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое? Потому что, Антон, пошел ты взаимств. Единственной игре, кто хотел бы снять кино, я узнавал, как бы по фоллауту кино запретили мат. Блядь. Слушай, ну, я, короче, буду, наверное, сразу прям в карьер. Давай. Я еще подготовился, я так, менял позицию, так, поехали. Да? Скажи, Козимо, гений? Кто-то Козимо. Не знаешь, кто-то, как Козимо. Я шучу, господи, конечно, я знаю. Ты же реагировал на его... Да, нет, ну, конечно, гений, конечно, гений. Любой человек, который, пускай, сколько ты знаешь людей, давай так подумаем, сколько... Просто твоя, в принципе, твоя задача разбираться в видеоиграх, что творится. А вот среди тысячи человек, сколько людей, можно, девелоперов сможет назвать? И не компания, а людей. Я назову только Козимо. Нет, еще Нила Дракмана назову. Меня смущает слово «гений» иногда, потому что очень легко этим кидается. Гениально, гениально, гениально. Потому что если мы будем всех подряд называть гениями, то как мы будем называть Моцарта? У нас нет этого сверхслова. Предпринимаешь, как вы запасы, как мы держим, как самая топовая, вот эта такая титульная карточка. Поэтому Козимо доходит до этой категории. Потому что как-никак он сделает с ними большие, нестандартные, мне кажется, великие видеоигры. Даже если они всем не нравились, все равно его подход и его уникальность, и качество, к которому он стремился и достигал, оно достойно этого титула. Я, собственно, почему спросил? Потому что ты, наверное, за игровой индустрией и так по вершкам следишь. Сейчас новое поколение, а особенно в России, употребляет Козимо гений в качестве мема и шутки. Ну, то есть они не понимают. Я знаком, я постоянно просто спрашиваю, как стеб. Поэтому, да, я уже, то, что это мем, я в курсе. Не настолько отстал, Антон. И что ты думаешь, как это, ну, человек просто очень редко игры делает. Современное поколение он упустил, и его предыдущие заслуги уже не уважают. Это был последний хороший Metal Gear. У каждого свой хороший Metal Gear. Ну, общепринятый же, какой. Просто я знаю, там несколько было таких спорных, которые один, который не делал, один был мультиплеерный, очень спорный. Пятый не доделали, не дали доделать. А его выкинули, как раз. Канами молодцы. У нас есть гений, пшоп. Они делают эти, починка вот эти, да? Да, да, у них там деньги. Как ты считаешь, здоровая фигня? Когда человека так быстро забывают. Это симптом сегодняшнего времени. Это не болезненно, это не здорово, здорово. Ну, ты не понимаешь. Ну, ты меня понял. А помнишь тот анекдот, да? Про мужика, кто ходит каждый день мимо магазина попугаев? У меня плохая память на анекдотах. Я тоже вдруг я вспомнил, когда я сказал эту строчку. И ходим попугаев, попугаев говорит, мужик, поворачивается, это мудак. Ладно, показалось. Второй день проходит мимо опять. Мужик, пст, поворачивается, поворачивается. Мудак. Мужик, так, все, хватит терпеть. Заходит в магазин. Говорит, так, ребят, у вас попугаев, еще он вас так скажет, я ему шею при вас же сверну. Он идет на следующий день, проходит мимо, так ждет. Знает, сейчас будет. Там чувствует, что готов сейчас свернуть птички шею. Он проходит аккуратно, пугает такой. Проходит дальше, дальше, пугает. Мужик, ты поворачивается такой. Ну-ка. Он говорит, ну ты меня понял. Пожалуйста. Что для тебя, МГС, я большой поклонник этой франшизы. И что она для тебя значит? Про Metal Gear ты здесь не говоришь? Да, да. Я не играл в первой, потому что на ней оси был. По-моему, первый и второй. Нет. А, ты говоришь в Metal Gear просто. Да. Мое знакомство было на каком-то PlayStation? На первом PlayStation. Первом PlayStation Metal Gear. Да, с коробкой где-то лазил по снежной базе, да. Но это, конечно, в этот момент, это был огромный скачок вперед. Во-первых, по стелсу, я думаю, это одна из первых таких. Какой-то год, 98-й. Аки первые были стелси? А, собственно, Metal Gear первыми и были. А Thief был. А Thief был также в 98-м году. То есть они где-то с разницей в полгода вышли. Ну, просто Metal Gear все-таки он оставил свою отпечатку, он мог сильнее. Потому что Thief же несколько частей они еще выпустили, и как-то они не так. Не, Metal Gear, конечно, оставил свой... Я очень много оттуда помню. Я думаю, что, кстати, оттуда я так подсознательно-несознательно своровал. Раз в этом Metal Gear драка с танком. И вот, мне кажется, в хардкоре это было оттуда. Я бы думал, как... Человек же может драться с танком? Я же это делал, я играл в это. Не помню, как ты его побеждал? По-моему, там... Гранату закидывал. Да, все. У нас ключ, у нас меч. Вот Кодзима и вот мы, понимаешь. Ну... Ну, конечно, мы стоим на плечах у гигантов, как говорят. Ну, а у тебя какие вообще АБМГ, если я просто поподробнее хочу... Вот это мне очень понравилось. Нет, просто я боюсь, что я тебя разочарую, потому что... Какая была самая успешная на третьем PlayStation? Была вот эта большая... Четверка была? Четверка, она единственная была. А, вот все. Вот я не... Мне было лень. Прям, мне было лень. В какой момент я подумал, ну, я на класс, очень красивый, большой, богатый мир. Все интересно. Я часа три на нее вытерпел и все. Ну, у меня на самом деле тоже большие претензии, потому что это такое... Кино. Нет, это даже не какая-то концовка кино. Ну, то есть там не было своего сюжета. То есть он завершал, как бы, заводил... Там всегда была глобальная история, свой сюжет. А в четвертой не было своего сюжета. Было только вот финальный... Финал был. Поэтому я тоже небольшой поклонник его. Я очень люблю третий, который про Советский Союз. Ты в него на ней не играл, наверное. Снэйкитер? Да. И о кусочке... На втором PlayStation'е он был, по-моему, да? Да. Это там, где в конце эта битва в джунглях. Да, на четыре часа. Да. Мы с другом чуть-чуть поиграли. Ага. То есть я всю не проиграл, очень плохо ее помню. Ну, ладно. Обидно. Обидно. Я-то думал, ты мне сейчас расскажешь там и прочее. Ну, ладно. Когда Кодзима там лайкнул, какое чувство было? Очень приятно. Ну, конечно, какое еще морковое чувство? И классный, когда человек, который ты уважаешь, с таким же уважением. Там он не лайкнул, он написал, он написал рецензию на хардкор. Вот, что он сделал. Это было очень здорово. Да ладно. А этот, я не знаю, что он пишет про кино, там, в какой-то блог или издание какое-то. Он сходил, когда он вышел в Японии. В Японии он вышел, по-моему, в сентябре, на месяца 5-6 после нас. Япония же всегда поздно выпускает кино. И он сходил, посмотрел два фильма в те выходные. Я посмотрел хардкор, и второй я не помню. И он написал, что оба очень понравились. Это, конечно, было прям вау. Слушай, а ты заметил, да, что игровая эта публика хорошо хардкор в целом приняла? Да, и там Angry Joe, если ты знаешь такого, прям они там восторгами. Я тоже, мне очень понравился. Спасибо. Мы вообще собрали, человек 20, наверное, повели. У нас двум девочкам стало плохо в зале. Ну, что не плохо, это 5 процентов. Да, это хорошо, да. Мы такие, ну, типа статистика, окей. Сколько, 20 человек у вас было, двое? Да, двое ушло. Ну, 10 процентов. Ну, так. Ну, мне кажется, это что-то же у женщин, в принципе, вестибулярка, у меня такое ощущение по-другому немножко работает. Я про вестибулярку делал ресурс, и все очень интересно, что с возрастом она ухудшается. Цена улучшается до какой-то поры до времени, там, по-моему, до 25, а после этого идет вниз. Мы же делали очень много тестов, проверяли, все. И у меня очень плохая вестибулярка. Два кадра в фильме, которые всегда мне, ну, так вот, я так, чуть-чуть тяжеловато было. И то мы их сократили до минимума. То меня поразило, что я думал, что я делаю фильм для мальчиков, я ничего не понимал. На самом деле, самые громкие реакции были о девчонок. И в хорошем, и хорошие, и плохие. Такие же кровожадные сволочи. Я помню, что я делал первые такие маленькие показы. Звал друзей, и привели девчонки, говорят, можно придут там с Машей? Ну, окей, садитесь. Why not? Первые такие маленькие показы дома. Видно было, что девчонки реагируют прям намного более ярко, нежели пацаны. Слушай, ну раз мы в хардкор залетели, всегда туда залетаем, все-таки по итогам успех. И спросишь меня, а ты спрашиваешь меня, для меня, конечно, это успех. Но мы сделали маленькое кино в России, которое посмотрел весь мир. И даже если цифры не феноменальные по сборам, все равно его посмотрел весь мир. Вот недавно выпустили на Нетфликсе, летом было. И я в Твиттере следил, там фантастическое количество людей. И самое главное, что реакция. То есть, наконец-таки он дошел до аудитории, до той, которой он должен был изначально дойти. То есть, относительно задачи, то, что мы сделаем... Изначально была идея, что с Тимуром мы хотели сделать просто клип на 90 минут. Смотрел экспериментальный клип в кинотеатрах. И потом, как я начал писать, я понял, что надо историю, сюжет, и как-то пытаться сделать нормальное кино. Что-то получилось, я знаю все минусы, которые есть. Для меня это лично четверка. Почему не пятерка? Потому что сюжет. Сюжет не дотягивает, и не дотягивает эмоциональные оставляющие. Если бы мы дотянули, была бы пятерка, по моим личным меркам. С точки зрения инверсторов, это явно успех. С точки зрения американской студии, которая купила его за 10 миллионов, выпустила его в 3000 кинотеатрах и не дособрала, это провал. Но потом они отбились на Виджетли. Поэтому все относительно. Все сразу, когда посмотрели, стали вспоминать, что это было в Биошоке. Биошок не играл. Мне интересно, какие были отсылки. Осознанные? Осознанные. Потому что неосознанных явно потом ей люди говорили. Я такой, а, да, кстати. Hello, Henry. You remember how you got here? Осознанно. Left 4 Dead явно. Финал. Вся эта крыша была построена. Я показывал, Элития Блайв, художник, постановщик показывал Left 4 Dead. Вот моя любимая игра на целом у меня была. У нас это, крыши госпиталя. Да, No Mercy Hospital, да, финальный. То есть, по сути, она не то, что похожа. Декорации другие и лей-аут другой, но с точки зрения того, что дух вот этого, такого пространства, это белые вот эти элементы какие-то, это комнатка охранная, это все оттуда. Это вот из самых таких основательных. Разумеется, чувак в костюме, который на русском называется, камуфляжном этом большом, гелый сут называется, когда идут, с Джимми идут в его лабораторию, и он всплывает весь в кустах. Есть же название, ну там какой-то есть, я понял, снайперы, снайперская, да, однозначно это Modern Warfare. Ну, как бы, прям здесь, причем не то, что я поклонник большой Modern Warfare, когда мы видели это здание, и у нас был персонаж уже снайпер, потому что мы видели это здание, и понятно было, что будет абсолютно миссия в Чернобыле, давайте до конца это делать, не стесняться, и как бы, кто поймет, кто поймет, кто не поймет, ну, как бы, ничего страшного. Прыжки, когда он прыгал к Акану в конце, это было ощущение, я хотел сделать Марио, это не передалось, но задумка была туда, потому что вместо этих прыгать по трупам вверх, это было абсолютно оттуда. Полковник Джимми не был из Call of Duty, мы грим придумали близко к съемкам, эти усы, и как-то образ все пришло. Случайно, короче. Ну, это как-то такая вещь, там очень много было вкладов Шарлта в этого персонажа, у меня он был написан как старый английский военный чувак, я сказал, типа, ну, вторая мировая, да, представление такого персонажа, и он достал записи. Я забыл как полковника, он очень классный речь толкал. Мы достали большой-большой список английских фраз того времени, и начали просто думать, как можно то, что есть в сценарии, переписать, используя эти фразы. Мы с ним посидели так, как несколько часов, просто накидали, все, и появился этот образ, он прям репетировал в гостиничной комнате, ходил, все, а усы это было, потому что мы думали, конечно, надо сделать веселые ему такие английские, такие лордовские усы. То есть потом говорили, что это оттуда, нет, но как ты можешь спорить, если похоже, объективно похоже. Какие ассоциации тебя удивили, с какими играми? Были странные какие-то элементы, где люди говорили, что это вот оттуда, это оттуда, я сейчас не вспомнил точно, что. Ты не можешь человеку сказать, что нет, если у него в голове, когда он смотрит твою работу и говорит, что это напоминает ему что-то другое, ты не можешь ему сказать нет. Напоминает все, как бы, есть как есть, это субъективное ощущение. Если ты увидел, значит, это там есть. Сто процентов. Типичная ассоциация, которая очень правильная, это был Рыбакоп, потому что, по сути, наша строчка была в сценарии, когда мы не стали снимать, где он говорит, ты знаешь, ты как Рыбакоп, ну не хуёвый новый, а типа пиздатый старый. И вот это мы вырезали, потому что подумали, давай не будем наезжать на другие фильмы, это как-то не очень корректно. Хотя Рыбакоп сильно был хуёвый. Сейчас будет Нил Бломком, будет снимать новый, вот, возможно, и это будет интересно. Я прям жду, но у него столько проектов. Респект, он же в игры тоже очень хочет залезть, он же... Он же начал с чего, ты помнишь, Хала? Да, и он очень хочет, ну как мне говорили, что он, на самом деле, ищет возможности нормально зайти в игровую индустрию, и ему кино не так даже интересно. Слушай, я думаю, если мне предлагают зайти в игровую индустрию, я думаю, у него точно есть предложение. Так, вот это очень интересно. У меня были разговоры, я не буду называть с кем, потому что это ни во что не вышло. Сговоры с хорошими европейскими издателями, прям действительно хорошими. Такие, я откладываю, откладываю звонок, сделаю пару звонков, а как стало понятно, что у меня просто нет такого времени, которое требуется. А они там, ну, как любой проект, просто нужно погружаться. Сделать так в полсилы, это неправильно. Были ли у тебя какие-то мысли, какую бы ты игру мог сделать? Я знаю, что когда я учился в пятом классе, я нарисовал полностью игру от начала до конца. Был такой безумный, безумный Макс. Это был такой Tower Defense большого города. Вы постоянно нападали Mad Max-овские злодеи. И тебе нужно было прикреплять стены, строить защиту, выходить там, находить какие-то supplies и так далее. Ну, то есть, значит, стратегическое. Я очень, да. Да, причем я, по-моему, я рисовал, я очень плохо рисую, но я нарисовал все эти штуки. И когда я был, нет, не в пятом, даже раньше она была еще в Англии, у меня было лет 13. Не знаю, какой-то был класс, когда у меня было лет 13, я все это рисовал и понимал, что такой графики еще нет. Такая стратегия с элементами, где ты мог прыгать. То есть, ты строил большой город, где ты мог прыгнуть в чувака на квад-байке, который с автоматом ездил. Ну, геймплей был разный, и стратегия, и стрелялка, и так далее. Понятно, что особо рынка на этого, наверное, нету, сделать такую игру, где у тебя будет. И просто ты не сможешь сделать глубокую стратегию, и при этом хорошая экшен одновременно. Прецедентов же не было таких. Battlezone, если ты должен был со стать. Да, кстати, я играл себе Battlezone, да. Но она была, по стратегии, она была не какая-то сверхбогатая, по-моему, такая. Знаешь, что очень нравилась игра? Я недавно посмотрел, сколько часов не упал. Natural Selection второй. Natural, нет, не играл. Это пиздец. Это очень крутая игра. У тебя пришельцы, там такие твари, и люди. Все начинают, как самые маленькие пришельцы и самые обычные пехотинцы. Ты делаешь лав-вла-плав-вла, покупаешься кучу оружия, здесь можешь делать мутации и прощаться в других. И в итоге у тебя матчи длятся по 45 по часу. Ты захватываешь точки очень обычные. Например, на фишку, что есть управляющий с каждой сны, который объясняет, что делает, дает команды. Примерно как в этом, в... Не знаю, как о последних Battlefield'ах, есть ли командир. Ну вот как в старых, с функциями там. И здесь очень классно даешь управление. Я помню, что мы играли на русских серверах, были всегда очень большие... Не помню, 20 на 20, по-моему. Очень редко, когда была, когда полностью одна сторона доминирует вторую. Очень здорово, что ты постоянно вот этот такой... Эй, нет, ты... Эх, вот эта битва. И вот начался Selection 2, я очень много времени поиграл. Правильно будет сказать, что если бы ты делал игру, то это была не какая-то именно срежиссированная история? Нет, я ненавижу эти игры. Нахуй пошли эти игры, извини, жестко, да, можно? Нахуй пошли эти игры. Вот эти все Heavy Rain, все эти Detroit, блядь. Пиздец, нет, пожалуйста, я знаю, что людям они нравятся. В особенности субъективно, получайте удовольствие. Когда я, я помню, я играл в... Как студия, кто делает... Quantum Dream. Блядь! Я несколько месяцев провел в Германии. В году так 90... Нет, не 90, а 2004, наверное. У меня был раздолбанный маленький раз-сюдюймовый компьютер. У меня на нем было две игры. У меня был Heroes какой-то, там, 3-4, я не помню. И... Fahrenheit? Да, Fahrenheit, да блядь! Я понимаю, что они продаются не потому, что хорошая обложка. Я, знаешь, я видел рецензии Detroit Becoming, я знаю, что людям нравится. Мне это раздражает. Когда я играл в Fahrenheit, я подумал, блядь, иди кино сними. Напиши сценарий, иди сними кино. Ты не можешь снять кино, иди нахуй тогда. Дайте мне... Я просто хочу в игры играть, я хочу управлять, я хочу погружаться в этот мир. И не хочу, чтобы меня грузили этими quick-time-евентами. Что такое? Что такое quick-time-евент? Quick-time-евент был, знаешь, когда охуенный? Где-то недели две, когда было Sega CD. Sega CD же называлось? Ну... Насадочка вот на Megadrive. Вот, и там были все вот эти очень классно анимированные, на тот момент было Dragon's Lair, где ты бегал, управлял тоже кнопками вот этими. Потом была Road Neeracer, как же была симпатичная очень такая. Она выглядела симпатично, но была абсолютно тупая игра, где ты нажимал кнопку, чтобы... И мультики у тебя, как машины, врезаются. Full motion video тогда это называли. Да-да-да. FMV, вот этот жанр. Блядь. Но это не игры. Это не игры. Quick-time-евенты, это не игры. Но я бы сказал, в quick-time-евенте в современном понимании были в Shenmue изобретены. Тоже очень большая кинемия. Я, слушай, я играл в Shenmue, и мне было похуй на Shenmue. На Dreamcast'е. Soul Calibur, я любил, наверное, приставки. Очень много часов рубились. Но когда он включал Shenmue, я просто такой... Я понимал потенциал, я видел потенциал, что мир большой. Потому что все богато придумано. Но это, блядь, для меня просто скучно. Подними книгу, прочитай книгу, и ты получишь намного больше удовольствия. Я получу лично больше удовольствия от книги, нежели от того, что чувак пойдет и будет играть там в... Нажми, чтобы кинуть карту. У меня то же самое отношение ко всем мини-геймах, которые вставляют в игры зачем-то, чтобы раздуть количество экранов. Я пытался играть в Red Dead Redemption. Сейчас мне... За это я получу, наверное, много негатива. Потому что мне ни первая, ни вторая, к сожалению, не зашла. При том, что там GTA и Rockstar я очень люблю. Но вот... А теперь давай поиграем в покер. Когда мне было 12 лет, мне это очень нравилось. Мне очень нравилось, что можно... О, прикинь, можно пойти, что-то еще поднял. В 12 лет, мне было и не было таких игр. Дайте мне, не надо мне игру в игре, дайте мне хорошую игру. А игра в игре, это, ну... Я тебе скажу... Я не могу не эмоционально рассказывать. Это круто, круто. Я просто немножко в защиту кино все-таки составляющей игры. Я считаю, что это как раз круто, то, что в видеоиграх ты получаешь возможности выбора и влиять на ситуацию. Ты проникаешься. Секундочку, Fallout. Давай возьмем Fallout New Vegas, да? Одна из лучших игр, мне кажется, во все времена. Ты там влияешь. Да. Почему там нет хуевых quick-time-ивентов? Почему там сюжет замечательный и захватывающий, при этом нету псевдофильма? И не до книжки, а псевдофильм. Вот как-то я ее называю. Вот я играл Horizon Zero Dawn в этом году. Она, по-моему, 17-го. Но я вот купил ее недавно. А я октябрь, по-моему, из Штатов. У меня был месяц, где я ничего не делал. Я просто сидел с мелким кино и читал, и играл в видеоигры. Я проиграл Horizon Zero Dawn. Одна из лучших сюжетных линий, которую я видел в играх. Меня поразило. Я сидел, потому что у меня было абсолютное ощущение, вау, игра мне вызывает такие эмоции. Скажи же. Такого не было. Давно не было. Как они классно. Анина с точки зрения лора и сюжета. Да, не, не, все. Ты начинаешь, ты не понимаешь, что происходит. Ты думаешь, что за бред? Нордические такие викингские кланы, при этом роботы. Ну, наверное, это понятно, что прошло время или это другая планета. Ну, ладно, ну, и планета же просто солнца. Ну, окей, начинаю все это делать. И потихонечку, как они классно разделили выдачу информации. Ко мне нету такого экспозиционного дампа, где, ты знаешь, называется экспозиционный дамп? Да-да, как это, когда тебя забывали. Мне было очень грустно, что так вот закончилось человечество. Она бегает, что ты делаешь, ты управляешь, и ты понимаешь, что ты единственный, кто знает информацию, и тебе нужно выжить по-настоящему. И вот это ощущение было нереально клайфовое. То, что, понятно, что ты умрешь, включишь лоуд, и все в порядке, но ощущение того, что то, что ты сейчас делаешь по-настоящему, важно, вот такого ощущения я не могу вспомнить после того, что я испытывал в видеоиграх. И меня это прям поразило. Ну, это реально большая режиссура именно игровая. Да. Там реально с этим здорово. Ну, например, God of War, да? God of War, которая считается вау-игра. Я купил, я прошел. Мне очень понравилось там бить демонов по лицу на сюжет. Что там, классный сюжет? Классный мир. Мы летом работали над фильмом с Бобом Удинкерком и со сценаристом Джона Уикка, с Дереком Колштадтом, и мы переписывали их сценарий. Один из аргументов, почему мы поменяли финальную треть фильма, был God of War, потому что у нас в сценарии было, они постоянно говорят про жесткого такого чувака, который придет и хана, если начнешь действовать, придет тот чувак, и всем нам хана. Нельзя действовать. И прям главный злодей другой. И в конце он убивает главного злодея, и мы понимаем, что финал фильма был то, что появится то облако, которое на горизонте, только в следующей части. Я как зритель, я повешусь, потому что пример я приведу из видеоигр, God of War. Постоянно этот чувак на твоей, который светит глазами, рассказывает тебе про Одина. Один, мудак, Один делает то, Один вершит дела, он там горы строит, Один, пиздец, Один, 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 Один. В конце, твой сын Локи, где последний босс, ты его убил уже минут 10 до этого, а где Один, не знаю. Я просто сидел и думал, блядь, это же очевидно, что это неправильно. Нельзя постоянно говорить, что как будет круто, как будет круто, он такой огромный враг, поднимать его, хайповать, то, что сейчас будет пиздец, 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 и пиздец не приходит. Ну, если ты только не уверен, что у тебя настолько крутая игра, что все хотят продолжения. Я думаю, они понимали в процессе, что будет продолжение, и как большинство фильмов тоже примерно могут отгадать по качеству, там, среди непродакшена, что будет. Но придумайте следующее, уйдите от нордических, уйдите к дури, они же в этот раз прыгнули к Одину, до этого был же не Один, God of War был обычно про греческую мифологию. Главное ощущение облома, то, что тебе рассказывают, что есть такой огромный, и ты убиваешь его сыновей, ты думаешь, класс, он будет в конце прям злой, потому что там его сыновей. И в итоге ты не получаешь, не получаешь возможности набить ему морду, мне это нереально обломало. Слушай, меня всегда это обламывает. В игровой индустрии это началось с Halo 2, там, когда... Я не играл. Там игра заканчивалась, типа, на самом интересном месте с титром «Закончи битву», ну и, соответственно, в следующей части. Я бы не купил бы из принципа, я не могу поддерживать такое уебанство. Вот я тоже, но, к сожалению, вот этот весь франшизинг, самая отвратительная вещь, которая произошла, тоже с Halo началось, что когда ты включаешь третью часть, она не продолжается с того момента, где вторая закончилась. Для этого нужно почитать комикс, чтобы понять, что там было между ними, но вот... Нет комментариев, которые описывают мое разочарование в данных ходах. Я рад, что никогда не играл в Halo. Нет, я играл в Halo на первом Xbox, и мне... Людям нравится, я понимаю, все субъективщина, но управлять от первого лица джойстиком, нужно взять мышку и играть. Понимаешь, что не у всех есть компьютер, у кого-то есть приставки. Слушай, я вот раньше такого же, может быть, мнения был, потом... Что поменялось? Поменялось. Что они сделали с тобой? Мне знаешь, что тебе не нравится? То, что мышка-то очень нереалистично гомовой двигает. Ну, у тебя погружение больше... Ты помнишь, что первое впечатление, когда ты играл первую FPS, где можно было двигать мышкой? Какая у тебя была игра? Я играл на клавиатуре, тогда мышек еще не было. Нет, в Уфенштейн я тоже играл, да, мы с тобой одинакового возраста, поэтому да. Скажи мне другое. Первый раз, когда мышки... Я помню две игры, которые мне взорвали мозг, когда я могла управлять в FPS, управлять мышкой. Ну, я в Doom был. Doom не управлял мышкой вверх-вниз. Нет. Дюк-Нюкем и Терминатор. Первый был Терминатор. Терминатор. Причем Future Shock, по-моему. Это охуительная была игра. Слушай, огромный мир, все это, везде черепы, скелеты, все плохо. Еще в 3D-шечке. Еще в 3D-шечке. И так даже особый культ был по тем нескольким минутам из будущего, которые показывали в Терминаторе. Все... Ну, я помню свои впечатления, все хотели вот именно эту часть вселенной исследовать. Исследовали. Игра была очень крутая. Она была очень сложная. Там еще классная была, первый раз я увидел снайпская винтовка, где ты шел, у тебя справа был. Даже когда ты не прицеливался, у тебя снайпская винтовка показывала все, что она видела отсюда. Показывала на 3D-шечке, в такой какой-то VGA-графике. Но это выглядело прям очень стильно и круто. Да, 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 да. Я что-то помню. И техник там была. Да, ты ездил на маты. Офигенные погони были на машинах, ты ездил по этому хайуэю, где за тобой вертолеты и так далее. Конечно, люди вообще не понимают, что это такое сейчас в любой игре есть. Ничего, дайте старикам помастурбировать на счастливое прошлое. Но тогда это же да. То есть, когда есть техника в игре, что-то двигаешь. Ты же можешь вставить сюда кадры. Ставь эту винтовку, я тебе умоляю. Мне интересно, насколько она... Сейчас, наверное, будет выглядеть смешно. Но тогда, друзья, в далеком 95-м... Там вообще сейчас будет смешно выглядеть. Там же роботы были из трех полигонов. Слушай, я бы сейчас фишешок, я сейчас бы поиграл бы. Я бы вот этот терминатор, я бы сыграл бы. Мне кажется, не стоит. Давай старперство включим. Слушай, я не выключал. Ты с какого года играешь? Если учитывать вот эти старые игры. Ну, погоди, где яйца нам было ловить? Ну, можно с этих. С пяти, наверное. Но мне было семь лет. Это был 90-й год. Была первая наша поездка за пределы СССР. И мы катались во Франции. У нас был Форт Транзит-фургон. У нас было две семьи вместе. И мы пришли с пляжа и увидели, что наш Форт Транзит висит полотенце на стекле. И потом, ой, как классно. Кто повесил, что нам, типа, кресло не нагрелось под солнцем. Потом оказалось, конечно, что они сломали стекло и просто повесили, что у них не заметили. Руссо-туристы. Мы не знали. И мы жили в какой-то такой... Я не помню, что это было за гостиницей. Это обычная какая-то маленькая штука. Там был бассейн. И там сел чувак, кто играл в геймбой. Первую жизнь увидел геймбой. Я так подсел. Точнее, я это очень четко помню. Была игра Марио. Он дает мне показывать. Я посмотрю. Знаешь, как сидишь? Как в этом веролаша с мандаринами. Вот такое было ощущение. Играет. Я просто так смотрю. И я вдруг вижу. Я это видел только как... Ну погоди, как волк яйца ловил. У тебя было четыре позиции. И, 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 и. Вот эта фигня. А тут вдруг весь экран. И он каждый пиксель. Даже не пиксель. Что это? Это LCD-шный. Что это? Я даже не... Ну как? Ну пиксель. Ну пиксель, да. Я ему типа такой... Can I? Почему я говорю голосом борода? Я не знаю в этот момент. Can I play the Game Boy? И он дает мне геймбой. И я прям помню A и B. И Марио прыгает. И у тебя бесконечный мир. И мой мозг просто... Я прям вижу все эти возможности. То, что это может быть. И я просто... Я в тот вечер говорю. Папа, давай мы будем в городе. Давай заедем. Давай посмотрим в магазин. Есть магазины видеоигр. И папа такой... То, что нас украли. У нас была какая-то камера. Это огромная камера. Которую украли. Семья понесла финансовую потерю. На пляже. Заяхали в магазин видеоигр. И там был геймбой. И он помнит, как святая играли. Такая... Крутится. В общем такая подставка. Плохо крутилась. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Я говорю, пап, вот эту штуку. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И отец спросил, сколько у нас стоит. И про это ему говорит. Я не помню, сколько это было во Франков. И папа говорит, нет. Это очень дорого. Я такой, ну ладно. Она прям такая, ну окей. Прям расстроился. Вообще, это был так близок к мечте. Мы спускаемся вниз. И заходим в парковку. И там стоим в Форт Транзит. Я сажусь. Папа хлопает дверь. И хлопает дверь у меня на пальцы. Четыре пальца. У меня они просто сразу фиолетовые. Я такой, аааа. Отец такой в панике. Так, так, в лужу, в лужу опусти. Я отпускаю в лужу эти пальцы. И просто ору. Ну просто, ну повезло, что там просто они специально эти двери делают для дебилов, чтобы не отрезать пальцы. Я думаю, было бы такое в 90-м году в России такая штучка. Она бы отрезала гильотина. У меня там все фиолетовое, там не переломано. Ну на тот момент мы не знали. И папа такой, понимаешь, что там просто ребенок просто в истерике. Он говорит, так. Сиди, сейчас вы. Я куплю тебе геймбой. Только это ни слова, маме. И мы поднимаемся наверх, и идем пальцами. И там геймбой отдельно. Я говорю, пап, нужно еще видеоигру взять. Картридж. И он говорит, какой? Я говорю, Бэтмена. И потом я приходил домой, я понимаю, что открываю геймбой, а там оказывается уже тетрис. Я получил две игры. Всклейка, если это было бы кино. Я сижу, играю в Бэтмена. Мама такая, ой, тебе папа все-таки купил игру? Я такой, да-да, потому что он меня пизданул дверью по пальцам. И папа у меня сидит с газетой, просто так делает. Взгляд на изочарование отца, ты знаешь, я вырастил крысу. Я даже не заметил. И папа, я просто помню этот взгляд, я действительно осуждающий, крайне, ну заслуженно осуждающий. Вот. Но так вот мы знакомы с юдиками. Я очень... Бэтмена я играл, наверное, года два в этой картридже. Это было прям... Ух. Класс. Спасибо. Слушай, это круто на самом деле, потому что в России это все мимо. То есть геймбой абсолютно был... Они продавались. Не, они продавались, но это единицы. Они были очень дорогие. Кто мог себе геймбой именно позволить. Это прям лакшери. Я помню, что в третьем классе, когда я вставал, все собирались вокруг, и я был самым крутым чуваком в третьем классе. Пока меня не били на рекламных паузах школьных. Как они называются? Перемены. Перемены. Ну, слушай, а чем это не рекламные паузы? Ну да. Слушай, я вот, знаешь, каждый раз вспоминаю, и вспоминаю эту культуру, когда все у кого-то одного во дворе, и все туда бегут, короче, сидят целыми днями. Сейчас же уже все такого... Ну, все очень хорошо. В 91-м, 92-м, в 91-м мы приехали с мамой в Англию. Отца уже был тогда, наверное, в Москве бизнес, и дела шли в домике хорошо. У нас был хороший дом в Англии. Но при этом родители меня никогда не баловали играми. Я очень хотел или Mega Drive, или Super Nintendo, и как бы нет. У меня был друг. Через три дома от меня жил грек. Кристиан его звали. Он потом оказался племянником Джорджа Майклсона, певца. Потому что я наше другое сидел у них. И заходит чувак, я думаю, а я знаю этот чувак, он же поет. И у него был Super Nintendo, и мы с ним играли. Я каждый день после школы обязательно звонил, говорю, слушай, как ты? Что делаешь? Он говорит, можно ли? Да. И мы с ним играем. У меня любимая игра была, этот. Помнишь, Smash TV? Сверху. С Smash TV не играл. Я знаю, это круто. Очень веселая игра. Никто в тот момент нет. Круто. И все игры играли у него. Я помню, что у меня появилась Super Nintendo 90. Короче, он появился настолько близко к PlayStation, что лучше я подождал бы и получил бы PlayStation. А еще забавно, да? Ты в этот момент был в Англии, да? То есть, а у тебя не было, ты не помнишь, как в России тогда относились к играм, да? И как вот у тебя нет? В Англии, слушай, я знаю, как в Англии относились. В Англии это была огромная культура. Были эти, в магазинах были там под 15 журналов видеоигр. Nintendo Gamer, Nintendo... Огромное количество. Культура развивалась очень бешеной скоростью. То есть, это был большой-большой бизнес. Я просто, конечно, свое дело вспоминаю. Я не буду сейчас тебе, ну, на самом деле, мне тоже есть что-то рассказать. Расскажи, подожди. Конечно, мне и зрителям будет интересно. Да, зрители? Да. Чтобы ты понимал, знаешь, что такое Дубна, нет? Объединенность ядерных исследований, там, все земля. Так вот, моя игровая карьера началась там в 89-м. По выходным давали, поскольку это было единственное одно из немногих мест в стране, где есть компьютеры, давали сотрудникам с детьми приходить, чтобы обучались там компьютерными играми, естественно, играли. Мы каждый этот по сугробам через леса, через минное поле, через автоматчиков ходили. У меня там у друга отец, там, большой физик был. И мы ходили каждые выходные, вот, играть. На ПК играли. Во что вы играли? Да, Death Track, Mick Warrior первый, Abrams. Почти, в 89-м году уже был Mick Warrior? Да, первый Mick Warrior в 89-м. Вот так вот. Да, да, да. Вот так вот. У меня началось все с серьезного. То есть мы, конечно, играли там в какие-то, там, Digger, там, вот что-то такое. Вот Digger я играл. Digger и Need for Speed. А был Need for Speed ранее? Ты чего? Нет, нет, нет. Тест-драйв. Да, ты ехал по горе, от Серпантина, Серпантина. Да, да, по первому шоссе в Калифорнии. Да, да, да. А, по первому шоссе в Калифорнии? PCH. Я не знал. Ну, слушай, 20 лет спустя я прокатился по-настоящему, да. Там же едешь, еще тоже вот тут есть место, где скалы когда начинаются. Да, да, да. В первом тест-драйве было. Невеселая была секция. Собственно, я из тех стариков, которых, знаешь, когда Need for Speed вышел, я такой, о, прикольно, новый тест-драйв, типа, сделали, ну, у нас так, по дворовому, да. У меня в голове он остался. Ну, это как, где-то нормально. Это как все фильмы с Тимом Сигала после Ника. Были Ника-5, Ника-6, Ника-15. Когда консоли уже пришли в Россию, это был первый Dendy там и прочее, они были попроще, чем ПК-игры, которые мы играли. Да. Ну, Dendy, вот те же Nintendo первые. Да, да, да. И они поздно пришли. Они поздно пришли, и они были... Ты же понимаешь, что в России NES и SNES и SEGA появились только, когда в мире уже PlayStation запускался. Зачем было в девяносто пятом году, по-моему, даже в мире. В мире девяносто четвертом. Хороший был год девяносто четвертый. Для кино и для видеоигр. Да. Классно, что ты начал с ПК. С мастер раса, так сказать. А сейчас ты во что больше всего играешь? Во все. Ну, предпочтение же есть. И никому не скажу. Я, как бы, во мне до сих пор это, знаешь, я вот в этом году очень много так тактических стратегий играл. То есть я очень люблю XCOM. Я очень люблю... Хороший XCOM последний. Второй офигенный. Я пытался в первую играть и меня просто забесило тем, что... Не то, что забесило, я понял, что она классная. Я понял, что масштабы этой игры... Меня 10 игроками пугают водоворотом времени. Еще хуже. Да. В этом плане еще хуже. В XCOM я понял, что нельзя. И Witcher я понял, что я не смогу. Да, да. Я видел, что грандиозный игр, но... Witcher 211 часов его занял. Я не смог отказать себе. Тем более, что был такой месяц, когда ничего не выходило. Работы не было. Я спокойно, короче, медитировал в ней. Я спал в ней иногда. То есть, знаешь, такой, типа, включаешь, там уютная музычка. Сразу. Но Witcher хорош. Я на PlayStation его взял. Он был на PC играть или на PlayStation? Или принципиально? На PlayStation уже починили. Можно уже на PlayStation играть. Я скажу, после нашего разговора, я очень надеюсь, всего я просто уже два года... Здесь есть конторы рядом, которые продают хэндовские PC для игр. Я просто два года планирую туда заехать и заказать компьютеры. И сегодня я это сделал. Я подумал, что сегодня надо там совместить. Я искал это до 6, потому что... ФПС уже все можно... Класс. Нет, ну причем, я просто... Кажется, Рождество, Новый год. Здесь можно себе позволить чуть-чуть... Побаловать. Побаловать, да. Блин, я тебе завидую, потому что мне уже все надоело. Да, ничем я себе не могу побаловать. А ты делай паузу. Как только ты... Я просто отвлекаюсь... Мой совет я всем своим зрителям даю. Это не работает. Полгода не играешь. Через полгода все. Какой кайф. В общем, также лечусь. Я на самом деле летом вообще не прикасаюсь к играм. Я тусуюсь, там все земла, катаюсь везде. Ну давай вернемся, короче, к этому. Потому что мне все-таки интересно у тебя узнать. У тебя геймбой, дальше что? Дальше был Мегадрайв. Я хотел все на Нинтендо, но... Нинтендо было у моего соседа через три дома. И поэтому я понял, что надо разделить. У меня был Мегадрайв. Ты что на Мегадрайве? Давай, признавайся, король лев. Да? И я взъемовал эту игру. Я недавно читал, что очень сложные там были какие-то уровни. Ничего, нормально. Пока ты играл в «Принц в Персию», вот я забыл. У меня же были все ПК-шные, все тоже опыты. До сих пор помню, пароль от «Принц в Персии» первый. Мегахит 12. Не помню. Это кидало тебя на последний уровень. То есть я уже был читером. Есть игра, кто я сейчас, думаю, включу. Я почти всех смогу в ней сделать. Это «Морал Комбат» 3, «Ультра». «Ультра» же был, да? Ультимайт. Ультимайт? Ультимайт, да. Да, «Ультра» как радиостанция. Неважно. Еще у нас играет «Тернел Чемпионс». Драка. Это тоже такой «Морал Комбат» такой. Где с богами? Там странные были персонажи, но по-моему-то я в эту игру очень много играл. Она была очень жестокая. Там была очень сложная система «Фаталити», где «Фаталити» сделана по такому принципу, что случайно ты там раз из пятидесяти игр кому-то сделаешь. Просто надо находиться в правильной точке, сделать правильный удар, и чувак улетит куда-то там в бэкграунд, где будет красивая какая-то смесь. В нее «Тернел Чемпионс» я играл очень много. Но у меня была такая штука, что покупать было дорого, и мне повезло, что родители меня не баловали с играми. Полтора километра к одному было блокбастер-видео, и ты мог арендовывать. У меня каждый выход… Я постоянно просмотрел кино нон-стоп, а на выходные я брал две игры или одну игру, и просто полностью ее проходил за два дня. А когда у тебя есть таймер, что через два дня игра вернется, и у тебя нет никаких сейвов, и веди ты в задницу, ты начинаешь играть очень агрессивно, и когда родители говорят «Ди спать», ты такой «Да-да-да-да-да-да», и сидишь вот так вот. И в понедельник должен прийти в школу и сказать «Я прошел еще одну игру». И на тебя все смотрят, как будто ты дебил, почему ты гордишься чем-то важным, а для тебя это очень важно. В России, если ты играл в видеоигры в начале 90-х, ты такой вообще как-то сумасшедший, не от мира себя уже. Что в Англии было? По-разному. Взрослые никогда на это не смотрели нормально. Я думаю, сейчас взрослые… Потому что взрослые сейчас выросли, это вот… Все по-другому. Но… Никогда не было такого, что… Взрослые были в восторге от того, что все играют. Дети все играли. SNES у меня появился… Я недавно нашел у себя SNES, и я решил, а почему у меня SNES? У меня же никогда не было SNES. Взял у кого-то, заиграл. Знаешь, есть шанс, есть шанс. Я не могу… Я нашел почему-то у себя от NES упакованную немецкую версию из Альды, первый, в золотом картридже. Я думаю, откуда у меня это? Я никогда не играл в нее. Но у меня, тем не менее, это нашлось. Я недавно нашел свою упаковку, коробку с играми… А, у меня Game Gear еще был. Мне подарил друг отца, я когда вернулся в Москву на лето, пришел… Отца был очень близкий друг, Аркадий, и он пришел, такой заходит на дачу к нам, где мы жили, и он заходит играет в Game Gear. Я такой… Опять же, человек все это играли, проходит мимо. И я такой… Он такой… Нравится? Я такой… Хочешь? Да. Держи, твоя. Тебе подарок. Я такой… Вау, мне подарили… Мне подарили Game Gear. Это не то слово. Нет, для меня это просто… Человек мог себе позволить, но я-то как бы не понимал, как устроен… То есть на момент, когда я помню, что мне просто друг семьи дает просто дает Game Gear. Это было, как бы, ну, такой… Небесная мана. Просто держи, играй. Очень любил Соника. Я на Game Gear обожал Соника. И, не дай бог, на батарейки сажались. Там уже шесть, по-моему, батареек. Три и три было с каждой стороны. И моментально все уходило. Я вот недавно купил Switch. Играя в Switch, я вспомню это ощущение от Game Gear. Вот такие теплые воспоминания сразу были. Ну, не так хоть быстро садиться. Ну, тоже быстро. Быстро, да? Я просто… Ну, ты так. А, знаешь, я просто… Я единственное, когда включал мониторчик, это когда мне садились джойстики. Надо было… Надо было так. Мне было, конечно, на телеке это правильно играть. У меня удивляет разброс твоих, как бы, вкусов. То, что ты вроде… Ты стратегия. Ты, я знаю, любишь StarCraft безумно. Мне надо купить на мой компьютер, чтобы у меня была причина включить что-то другое. Просто я обычно в декабре включаю StarCraft и исчезаю на три недели. Поднимаюсь вверх до какой-то там… Не помню, там… Топовая лига. Прям под… Есть мастер лига. Есть потом следующая и под ней. Вот я вот отхожу до середины вот этой третьей. Я веду себя как мудак, стрессую нереально. Когда я не стану мастером этой игры, у меня… Как их… Действие per minute… Как не называете? APM. APM, да. Action per minute у меня доходит в лучшем случае. Когда у меня мозг кипит и глаза горят, это 100. Когда ты играешь с людьми, потом смотришь рематч, реплей и видишь там у чувака там… 250… Ковно он зерк, ладно, но все равно 250. Ну как… Как можно биться… Я тоже не понимаю. Я… Я поэтому не люблю competitive. Вот… Competitive это… Это просто… Это другой настрой. Это… Это в принципе это… Если там какие-то competitive, где team play, это еще ладно, потому что… Тактика. Тактика. Потому что когда ты проигрываешь, ты не прыгал… Твоя команда проиграла не потому что ты плохой, потому что все остальные лохи. А здесь в данном случае ты один за себя и ты понимаешь, что когда тебя побеждают, побеждают тебя, потому что ты не так хорошо играешь, как тот другой. И всегда это… Это бьет по… Как я не считал себя классным каким-то геймером. Хотя нет, я вру. У меня был на Megadrive, у меня был NBA Jam TE, Tournament Edition. И блокбастер видео делает чемпионат Англии по этой игре. Я попал в десятку и не участвовал в финале, потому что я уехал из страны. И для меня это был момент гордости. У меня где-то письмо это… Сейчас, конечно, нет, но у меня было письмо, где я прошел в десятку в Англии. А еще нет, людей, кто участвовали… В NBA Jam TE я очень хорошо играл. He's on fire! Вот эта постоянная штучка, да. Я вообще, на самом деле, здесь немножко мимо. Я вообще не про спортивные игры. Нет, я тоже. Слушай, зачем в спорт можно играть настоящий или смотреть настоящий? Зачем играть? Да-да-да. Вот это просто NBA Jam, она была очень аркадная. Она была очень веселая, постоянно загорался. Ну, Jam, да. Он же такой… Фан. Он не симулятор, не пытался быть. Да, это я помню. Первая PlayStation, у тебя ее не было, да, я так понимаю? Было. Была? Да. Первая PlayStation была с самого начала, мне очень повезло. У меня был первый демо-диск вот этот, где пять игр было. Я PlayStation все изменил. Я помню все эти игры. Я тоже их арендовал, никогда не покупал. Я арендовал на выходные, играл и проходил, сдавал и брал следующие. Я проиграл огромное количество. Я с ней вспомню. Как она у тебя появилась-то на PlayStation? Cash Money. Ну, в смысле, ты сам заработал, тебе родители подарили или как? 50 на 50. 50, в смысле? Да. Ну, ладно. Воспоминания. PlayStation стоила тогда, это было очень дорого. Сейчас я в фунтах пытаюсь вспомнить. В фунтах 150 она стоила… нет, 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 Сатурн стоил 400, и Сатурн был не подъем, Сега Сатурн. Помнишь? Он был не подъем, он 400. Они сейчас погорели во многом из-за этого. Ну, там еще игры были специфические. У меня был друг, у которого было все. Я, по-моему, играли, мы приходили, мы включали, пробили все подряд, у него прям все было. То, что я арендовал, он просто покупал, и у него были стопки игр, мы с Сатурн поиграли меньше всего. Знаешь, вот вещь, которая нельзя избежать, это как грузится. Вот это первое. И ты думаешь, сейчас работает диск, работает диск, работает диск. Если картриджи, можно продуть что-то с диском, мог там вытереть, помечтать, понадеяться, и что-то происходило. Но PlayStation уже был параллельно с PC, по-моему. PC, к тому моменту, мне было намного, как мне кажется, интереснее, потому что Command & Conquer. Все, как только появился PC, все, появился Command & Conquer, Red Alert, понятно, все, Red Alert был пиздец. PlayStation мне нравилось из-за аркадного ощущения, там, City of Ridge Racer, первый мне очень нравился. По графике все было круто, но ощущение от стратегии, конечно, было всегда для меня... Не помню, что не Dune первый, но Command & Conquer был первый. В Англии же были нереально крутая реклама, большущая, дорогая. Ты говоришь, как принимали игры там и как здесь. В Англии, когда выходил Doom 2, в Англии была покрыта. Лондон был покрыт плакатами Дума, гора их трупов всего, и этот Думгай стоит с дробовиком и Дум, и ты такой, а-а-а, дайте иметь эти флоппи диски. Хотя, по-моему, второй уже был не на флоппе, нет, был на флоппе. Не, мне кажется, еще на флоппе. На флоппе. Но Command & Conquer, никогда не забуду, была рекламная кампания очень крутая, где у тебя были... Такая прям, сейчас бы это не прокатило. Там была фотография Мао, Сталина, Гитлера, Пол Пота, все эти ребята, и было написано предыдущие хайскоры. Command & Conquer. Ты такой, блядь, это и яйца. Я думаю, чуваки, кто придумали, иначе рекламочки сидели такие, явно под чем такие. Чуваки, в чем суть игры, спрошу и вас? Я хочу смеяться, а меня болит. Слушай, я просто дикий фэн был нас прям, мы играли сам менями в Дюну вторую. Первая RTS, и конечно, когда Command & Conquer выходил, это был как Next Gen такой. Абсолютно. Все, я помню, дрожащими руками, я очень знал, что мне подарят на день рождения, и меня товарищ подарил, и мы до пяти утра вчетвером возле одного компа, короче, сидели, короче, проходили. Слушай, ну это нереальное ощущение команды. Стратегии, конечно, они прям ощущения от... Всегда были намного более интересными и глубокими, нежели аркадные какой-то стрелялки. Да они все веселые, пожалуйста, но все-таки что-то происходит. Слушай, ну мне кажется, мозги по-разному работают. То есть ты когда в одной играешь, у тебя как бы одни... Вот у меня четко я там сажусь за тактику, стратегию, я чувствую, что у меня в голове какой-то другой мыслительный процесс идет. Уже сегодня это принято как факт. В принципе, детям в правильном количестве игры это круто. Я понимаю, что у меня до сих пор хорошая реакция, и может я себя обманываю, но мне кажется, что я играл столько в игру, у меня настолько она прям, ну, становится разбросана, а с другой стороны, быстро цепляется за все. Поэтому я согласен, что голове у тебя меняется, когда ты играешь в разные жанры. Все это очень, я думаю, положительно сказывается на юном организме. Да, я, кстати, недавно был в генпрокуратуре, меня на эту тему расспрашивали. Что говорят? Что ты говоришь? Ну, у них, короче, вот это, после Керча началась история. А что было в Керче? Ну, там, чувак расстрелял, ну, конечно, он играл в игры. Слушай, там страшно, а то чувак недавно в этом было, сколько это было? Да, да, да. А знаешь, мне потом прислали новости какие-то, что у него на страницах ВКонтакте был хардкор еще фильм. И мне что-то начали писать, и я просто у меня реактор, видите, нахуй. Как бы, ебанутый человек будет делать ебанутые вещи, несмотря на... И там какие-то депутаты начали говорить, что вообще запретить все игры и сайты про них. Что меня удивило, в генпрокуратуру меня вызвали как раз, чтобы поговорить, чтобы сделать какое-то совместное интервью, где я бы объяснил, что это не так. Потому что вот эти долбоебы, что они долбоебы, а позиция государства российского, она несколько отличается. И оно вышло уже там в репозиторию генпрокуратуры. Знаешь, интересная штука? Когда мы делали небольшой тур по странам, где выходил хардкор, единственное место, где мы начали наезжать на тему, что вы пропагандируете насилие, где-то странно была Германия. Left 4 Dead в Германии, по-моему, без крови. Они же у них строго, у них же несколько вещей, у них вот... У них же в Кармагеддоне были болты и роботы вместо... Какой смысл Кармагеддон с роботами? Ну, камон. Ладно. Они... И чего мне начали говорить? Вы там даете... Ваш фильм про насилие, у вас там как подарок зрителям, первым там купилом тысячи билетов бейсбольные биты с написью хардкор, вы пропагандируете насилие, зачем? И бейсбольные биты используются против скинхедами, против вот этого, вот этого. Что вы скажете на тему того, что ваше искусство... Ваше искусство... Your art is propagandising... Даже слова неправильно. Propagandising violence. У меня вдруг родился ответ, который я использую каждый раз на тему. Я спрашиваю всегда у человека, кто наезжает с такой тупой позиции. Я спрашиваю, вы знаете, за что Чапман убил Леннона? Я не помню, я помню, Джон Чапман. За что он убил его? Какая вещь подсказала ему, что надо убить Леннона? На пропасть у воржи Сайленджера. Он почитал на пропасть у воржи, и он оттуда сделал выбор, что надо убить Джона Леннона. Блядь, это к тому, что ебанутый человек в бабочка прилетит, он подумает, ну все, геноцид. Ну вот, но все-таки у меня сложилось впечатление, что они что-то там хотят опять зарегулировать. То есть, может быть, не сильно, но что-то у них там в головах зреет. Потому что, ну, судя по вопросам, которые были, все-таки они чего-то они хотят. В общем, опять от игровой индустрии. Посмотрим. Кино запретили мат? Да. Во время съемок хардкора. Мы с ней уже сняли половину, и потом они такие, мат нельзя. Я такой, блядь. У меня один из себя простой. Ладно, там такое кино. Давайте посмотрим на кино, которое якобы в России любят. Бьем военное кино. Как показать солдат в наше время кино. Показать солдат, которые сидят в окопе. Взрываются рядом снаряды. Рядом их разорваны на куски их друг. И ты такой, эх, плохо. Ну как, даже есть люди эмоциональные, есть слова. 28 парфилософ. Шутки шутят. Слава, что они танкисты. Верная смерть. Да, кстати, что так плохо с военным кино у нас? А что у нас так плохо вообще с кино? Военное кино плохое – это очередной симптом общего отсутствие прогресса. Почти отсутствие прогресса русских кинематографов. Есть же хорошие фильмы. Есть, есть. Есть качественные режиссеры и качественные сценаристы. И у нас очень много хороших артистов. И потихонечку движется в лучшую сторону. Но военное кино – это, в принципе, не простое кино. Оно требует больших затрат. И где большие затраты, ставки другие, стрессы другие у продюсеров, у инвесторов и так далее. И намного сложнее доверить кому-то храброму, молодому, энергичному, интересному режиссеру военное кино, нежели кому-то более опытному, взрослому, который может быть не очень хороший. Ты понимаешь, что первое кино сделать сложнее, чем все остальное вместе взятое. Потому что, тем самым, сняв первое кино, ты доказываешь, что ты понимаешь, какой бюджет, ты понимаешь, когда заканчиваете кино, как работать, и просто доводите его до ума. Почему огромное количество, особенно в России, плохих режиссеров снимают второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое? Потому что им проще доверить эти деньги. А я думал, что некому просто. Отчасти да, но все равно у тебя проблема, что… Мне просто товарищ говорил, который в Disney работает, говорит, «Антоха, приходи, за два года карьеру сделаешь, некому кино снимать». Ну, как бы, вот… Я про некому кино снимать. Нет, ты видишь фильмы, ты видишь фильмы, которые даже зарабатывают деньги, и они плохие фильмы. Просто объективные, ладно, не очень хорошие фильмы. Но из-за отсутствия такой классной конкуренции… Я знаю одно, я знаю, если поставил задачу бы заниматься русским рынком, мне все понятно, как сделать так, чтобы люди здесь ходили и делали, и делать большую-большую кассу, и тебе надо делать хорошее кино. Но проблема, потому что у меня амбиции слишком большие, для меня же, с одной стороны. И вскрытие покажут, правильнее я выбрал путь или нет. В России, действительно, человек, кто хочет и понимает что-то, если он начнет бить в эту точку усердно, то все шансы есть. Мне там часто пишут, «Илья, я хочу снимать кино в Америке, что мне для этого сделать? Сними кино здесь». По очереди. Римская империя не была построена за сутки. Вот, видишь, это даже не Москва не сразу строилась, а Римская империя. Почему у нас такие проблемы с фантастикой? У меня есть ощущение, что даже актеры наши, русские, они сами не могут ни во что придуманное поверить. Вот когда я смотрю фантастический фильм «Притяжение», я смотрю на актеров, это хорошие актеры, они много где хорошо играют, но для них это не могут вне настоящее. Вот у них даже мини на лице. Я с тобой здесь не согласен насчет этих ощущений от актеров. Например, знаешь, когда хорошие актеры играют плохо, виноват режиссер всегда. Это единственное. Он виноват по двум причинам возможным. Первое, то, что он не дает им правильную задачу. Второе, он сделал неправильный кастинг и взял ни того артиста, ни на ту роль. Все. Проблема, я думаю, с фантастикой. Не то, что проблема с фантастикой. Сложность фантастикой в том, что, как и военное кино, это дорогое удовольствие. Почти во всех случаях. Кроме моего любимого фильма «Связь». Одно из моих любимых фильмов, где за пятьдесят тысяч долларов сняли за восемь дней без единого знаменитого артиста. Очень рекомендую. Это 2019 года. Но я рекомендую твоим зрителям. Посмотрите обязательно «Связь». А если вам нравятся маленькие камерные научно-фантастические фильмы, рекомендую. Проблема, что они требуют много денег. И опять же мы переходим к тому же, что и военное. Продюсеру сложно убедить себя, убедить инвесторов вкладывать в кино со свежими идеями. Жанр, который в России, в принципе, не особо это заходит. Кроме притяжения, ты ничего не назовешь, что было в России. Там были какие-то попытки, но это все попытки. Как ты оцениваешь притяжение? Я не смотрел. Не смотрел? Не смотрел. Я смотрел трейлер, и мне просто не очень интересно. Мне понравилось, что доброе кино. Оно жанровое очень, без изысков, но доброе. А мне в нашем кино этого прямо мало. Кстати, это относится и к твоей картине спродюсированной «Я худею». Да, это была одна из задач. Мы хотели сделать светлое и светлое фильмы. Доброе и очень приятное кино. На удивление, потому что, извини, по постеру кажется, что это очередная… Нет, тут же очень интересная штука с постерами. Никому из нас не нравился этот постер. Но мы, когда договорились с Universal будет его дистрибьютором, у нас было 20 детей для постеров. Из них, наверное, пятерка нам очень нравилась. Такие. Они не то, что были прям такие сумасшедшие, они были творческие, интересные, более такие захватывающие. И Universal нам очень просто объяснил. Говорит, ребята, все это здорово, но не так работает мир. И мы такие, ну да. Хотели творчеством позаниматься. Реальность в том, что тебе нужно продать. И лучше заманить зрителя тупым очевидным плакатом на хорошее кино, нежели классным плакатом не заманить ни на кого на хорошее кино. Ну и, кстати, название тоже, на самом деле, ну, фильм немножко не про это, да? Фильм глубже. Да. Фильм глубже. И это, в принципе, не такая прям комедия-комедия. Там это драмедия, наверное, правильно сказать? Сейчас там одна крутая шутка про расширяющую вселенную. Правильно. Про вселенную имеет постоянный свойство расширяться. То есть я слег. Я скажу так. Я просто прочитал этот сценарий. Мой друг Коля Куликов написал с Лешей Нужным. Лешей я не знал до этого. Куликова я знаю лет 12. Я ходил на его ранее стендапа и был диким поклонником его. И он был первый русский стендапер, который мир меня поразил. Я прочитал ночью сценарий. Я закончил сценарий в 6 утра. Я дождался утра и позвонил. Сказал, ребят, я как бы как угодно. Давайте что нужно, чтобы быть в деле. Все. Я прям поверил сразу. По сценарию было понятно, что если сделать правильно. То есть это один из тех сценариев, где, знаешь, настолько полная чаша воды, что надо по задаче режиссера просто донести ее и не разлить. А не то, что обычные фильмы заходят с плохими сценариями, и ты такой, ну, может что-то накапает, дождик пойдет, и я донесу с чем-то. А там просто была задача зафиксировать круто. Мне кажется, был очень хороший кастинг, очень хорошая работа, и они все очень постарались. Я очень горжусь своему участию. Я прессую вообще. Прям доброе. И для нашего кинематографа редкое кино. Так, ну ладно, я, блин, я хочу к играм вернуться. У меня для тебя вопросы со стороны игры, со стороны фильмы. Чему предстоящее это было круто? Вот вдруг ты увидел 3D. До домашней приставки ты увидел 3D. Это же было не фейковое 3D. Знаешь, как заставка «Rizet Robot», все видели «Rizet Robot» фигня. Это было фейка. Здесь настоящее. Я не помню первые игры на PlayStation. Напомни. Слушай, первые я не знаю. Я же вообще поздно на этот паровоз сел. Я же ПК-геймером тогда был. Я на PlayStation, знаешь, когда приземлился? В 2000 году. Сэр, вы поставили. За год до второй. Как-то на тебя игры повлияли? Конечно, повлияли. Конечно. У меня все влияет. Каждое кино, каждую игру, которую я проиграл, каждую книгу я прочитал. Все это где-то откладывается, и мозг формируется благодаря всей информации, которую ты принимаешь. Поэтому, во-первых, очевидно, что хардкор это не мог сделать. Придумать человек, который не играл в игры. Ну, это очевидно. Если бы я сказал «нет, я не играю в игры», ты понял бы, что я вру нагло. Говорили в детстве, что херней занимаешься? Конечно. Недавно говорили, пару часов назад, да? Да, в принципе, сегодня какой день, да. У меня жена очень, не то что негативно, но так, ну, так сказать, да, но негативно нейтрально, нейтрально негативно к играм. Она, например, нас моет анами в большом количестве, поэтому, как бы, я говорю, всех у нас изъяны, ладно? Я пытался ей показывать какие-то игры красивые, там, какие-то более сюжетные, вообще не цепляют. Но это не останавливает меня от того, что я получаю огромное удовольствие, мне плевать. Мы здесь, чтобы наслаждаться жизнью. Если я, правда, получаю удовольствие и никому хуже от того, что я игра в виде игры нету, то, пожалуйста, удержите свое мнение на себе. Было что-то на первой PlayStation, что на себя повлияло? Знаешь, я думаю, у меня больше всего влияние было от PC все-таки. От всех вот стрелялок, от стратегий. Меня в себя цепляло намного больше. То есть, как только у меня появился PC, и потом появился CD-ROM, все остальное… FMV? Кровь кипит. Слушай, в Command Conquer FMV было, и это было ваше. Да, но там другое. Это была составляющая сюжетная, но это никак не портило, а лишь было таким, знаешь, прекрасным соусом, аккомпанементом для очень крутого геймплея, очень реально, по-настоящему крутого геймплея, богатого геймплея. Поэтому… Из-за меня… Помнишь, у меня была игра… Единственная такая прям тяжелая FMV игра, которая мне дала впечатление, о, прикольная, что есть FMV, была Under Killing Moon, 93-й, может быть, год. И там была детективная история, которую ты, наверное, выбирал. И там… Я никогда не проходил. Я помню, что меня поразило, когда меня выйдут на моем экране, я вижу видео. Я говорю, мам, смотри. Вау. Ну, ты можешь… Ну, там было много квестов именно, и фантазмагория, и прочее. Так сумерший даже… Он же, этот мужик, новую часть сделал пару лет назад. Забрал денег на кикстартере, да, там все дела. И такую штрашовую, знаешь, вот с такими же этими. Винг Командер. Винг Командер… Винг Командер… Мне просто не очень… Я была на PC, я играл, и не могу сказать, что, наверное, класс, Марк Кэмилл там был. Да. Из… Джонерс Дэвис, Мальком Макдавелл. Кстати, я забыл, про них я забыл. Но игра… Не могу сказать, что… У меня космические симуляторы, они как-то вот… Никогда? Я прям… По идее… Да, по идее должно очень хорошо зайти. Вот, по идее. Но… Вот Винг Командер меня не поражало своим, ни геймплеем, ни ничем. Ну, я больше тоже… Тайфайтер X-Wing, Приспейс… Вот… Ну, Винг Командер… На LucasArts всегда делали офигенные игры. Да, да. Всегда. Слушай, а вот квестовый LucasArts ты застал? Фулл Тротл LucasArts же делал. Ну, все. Фулл Тротл была, наверное, самая любимая. Она была самая доступная, наверное, и самая… Причем я… Знаешь, я несколько назад ее прошел заново. Я скачал эмулятор и подумал, ну-ка, давай-ка… А теперь я тебе открою секрет. Можешь ее скачать и купить, но мы скачать 4. Ее пересдали. Ее пересдали. И пересдали ремастер. Там можешь переключаться между старой версией. Слушай, класс. Я когда ее проходил заново, я понял, что я большинство вещей запомнил. У меня была самая сложная пазл для этой игре была в башне. Один из трех квестов в начале. И там оба мента, и на нее высосать было бензин из его этого. Из байка. Вот это место. Там вообще логика очень неочевидная. То есть ты когда разбираешься, ну вроде, блин, все легко было. Но я помню, что там неделями тогда же не было где интернета, где спросить как-то. Знаешь, что было в Англии? В Англии были хот-лайн для игр. За фунт в минуту звонка. Типа давались какие-то чит-коды и так далее. Было очень дорого. И я когда-то звонил, мама там увидела это на счету. Телефон им сказал, Илья, что это такое? Я говорю, нет, он застрял в игре. Она сказала, мгм. Они, кстати, это высмеивали в Monkey Island. Это LucasArts. У них там нужно было во второй части позвонить в техподдержку. Что-то такое в игре в самом интернете. В Monkey Island я не играл. Я слышал очень хорошие вещи. Ну да. А кто делал Day of the Tentacle? Там же. Смотри, там был такой чувак Тим Шейфер. Кстати, я с Тим Шейфер общался в Твиттере. Тим Шейфер что-то моё перепостнул. Когда-то был момент, я был очень тронут. Кстати, у него очень хорошие игры были недавно. У него всегда были хорошие игры. Но что-то недавно мне очень понравилось. Смотри, Day of the Tentacle, Monkey Island. И что из последнего? Что у него? Последний Psychonauts. Из Psychonauts не играл. Гриффер Денга ещё и Brutal Legend. Brutal Legend я поиграл. Мне понравилось. У него после этого ещё была какая-то tower-дефенсовская игра, где был огромный робот. Знаешь, что я говорю? Там очень хорошая tower-дефенсовская игра, где он с роботом ходил и защищал. Они сейчас маленькие эти делают. А, и ещё же вот эта игра с Enlige Wood. Какая? Которая на Kickstarter собирал деньги. Приключенческая. Сейчас бы ещё вспомнить, как она называлась. Я на Kickstarter, знаешь, какую игру поддержал? Она вышла, и я в неё так и не поиграл. Wasteland. Создатели Fallout 1. Нет? Нет. Не стоит? Очень. Фейсман 2, да. Но они сейчас Obsidian, те, которые делали тоже и Fallout, и Fallout New Vegas, твой любимый, они анонсировали новую игру. Да, Outer World называется. Там то же самое, только на внешних колониях. Ну там… Но у вас… И какой-то такой sci-fi-вестерн. Классов. Так что тебе понравилось. Основись, я перевозбудился, да. Вот. На самом деле я немножечко пока скептический. Знаешь, вот эти все заигрывания с Art Deco и прочее. Я вот… Нет, одна из причин, почему я в BioShock не зашёл. Не зашёл, потому что мне дизайн, который все от него писали с кипятком. Я поняла, что он крутой, но это было сильно не моё. И геймплей был очень специфический. То, что ты стрелял, как по очень таких, где у тебя ощущение, что ты персонаж очень большой по размерам по относительному миру. Мне приятно ходить, да. Как-то вот… Даже когда Infinity вышел, я купил его и поиграл час, и такой… Я просто очень большое по сравнению к Deus Ex. Блядь. Вот… Deus Ex… Первое. Deus Ex – это пиздец. Ну, это я проходил раз пять. Я думаю, нет игры, кто проходил больше, чем Deus Ex. Прямо она… Насколько богатая. Я прочитал там каждый кусочек информации. Каждый компьютер с каждой или… С твоей коллегом. Только так играть надо на Deus Ex. Ты знаешь, как с современным поколением. Сейчас же новые выходили. Deus Ex. Кстати, как последний? Офигенный. Для кого-то кто-то кричит, что это… Блядь. Смотри, с Deus Ex у современных игроков какая проблема? Он берет автомат. Короче, начинает всех расстреливать. Думаю, а чем фигня? За один день прошел. Как за один день прошел? Я две недели сидел там в Праге в одной локации. Потому что я везде как раз лажу во все компьютеры. РПГшки, они же всегда такие FPS, РПГ. Они, если ты хочешь, ты можешь на таран. Ты можешь ее пробежать. А если хочешь насладиться, то… Ну вот, если ты из тех, кто влазит во все компьютеры, там охрененно. Я считаю, что… Сейчас уже не могу. Сейчас уже нет времени. Я прям играю и даже… Харай Синдзероддом меня заставил читать. Я тебя понимаю. У меня тоже нет времени. Но я этим херней занимаюсь. То есть я вот беру… Ты хотя бы можешь оправдовать, что у тебя и работа с этим связана. У меня оправдания такого, к сожалению, нет. Я могу, да. К счастью. Прекрасно. Слушай, я не знаю. Мне иногда приходится не играть в то, что мне хочется, а играть в то, что мне не хочется. Потому что это более новое. То, что надо сейчас какой-то материал делать. А последний был «Финштейн» хороший? Очень. Я купил на PlayStation. Я подумал, я привыкну к этому джойстику. Через 20 минут на подлодке я его просто выкинул. Там хорошо. Там очень хорошо съемку. Все, все, ладно. Я не буду просто… Просто это вот знаешь, когда… Умор. 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 Умор умных людей. Умор. Когда ты все записки собираешь, читаешь. Там прям много отсылок очень крутых. Вот меня зразило, что в «Финштейне» нельзя было пиздануть Гитлера. Это было неправильно. В конце первой части я играл какой-то в «Финштейн» «New Order». Это же предыдущая была. Сейчас новый. Сейчас «Колоссус». Слушай, и знаешь, почему мне кажется тебе надо поиграть в «New Colossus», потому что там с кино тоже много юмора. Вот понравится. Короче, я так понял, что «Настоящий первый» все-таки у тебя по касательной. Нет, у меня он был, я в него играл, но я сейчас не могу вспомнить. Мы сейчас открыли списки первых игр. Да-да-да. Мы живем в России. Давай какой-то плюс получать от того, что мы живем где минус 20 зимой. У нас зато игры есть чипованные. Да. Кузнецкий. Слушай, я вообще проходил с женой, у нас была съемка, мы шли в Кунецкий мост и проходили переход. Я такой, а я вот сюда ездил, чтобы это как-то… у меня было прям такое воспоминание. Слушай, о Кузнецком у всех воспоминание – это «Омарек» сразу на выходе и, короче, магазин там чуть-чуть слева, где все было. Ну и ты туда приходил такой. Я тогда зарабатывал что-то ну тысячи полторы, наверное, в месяц. И для меня там… ну а игра стоила тысяч восемьсот, наверное, что-то такое. Сколько? Тысяч восемьсот. Тысяч восемьсот? Ну это уже времена PS2. Это легальная. 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 Подожди, вот легальная. Да, я вот про это. Проследующий. Мистер Богач тут легальная игра, это, а? Слушай, я тогда, знаешь, махнемся в метро. Что там Final Fantasy X на Код Вероника? В Final Fantasy VII на PlayStation. Вот это, конечно, было. Ну вот, а говоришь. У меня был друг, китаец, который играл в японские игры на японском, не понимая языка. Его звали Mi, M-E-E. Я тебе открою секрет, так многие в России делали. Мне было сложно даже на языке, который я понимаю, играть иногда, а тут ребята проходили… Вот это хардкор мод, такой настоящий. Не знаете языка – удача, пошел. Ну и что, в Final Fantasy VII? Мы играли, мы собирались и играли. Ими прям… Как звали? Cloud звали? Cloud. Да. Когда я вижу новые Final Fantasy, я смотрю на это, какие-то K-pop-звезды бегают на Кадиллаке. Я такой… Нет? Нет. Кто еще был на PlayStation такого? Мне правда, я не мог сейчас вспомнить. Вот каких-то прям ярких… А смерть у тебя, вот для многих, прям яркие впечатления, она стояла у тебя как-то так? Просто игра и все. Нет. Эпичность понятна была, конечно. Ты понимал, что это прям что-то большое и без… Ну вот это же зарождение сторителлинга, по сути, такого масштабного, прям эпического. Окей. Я могу сказать только окей, я не буду с тобой спорить. Я не спорю. Я просто… Как это не отложилось как нечто… Не отложилось. А в каком году был Fallout? Fallout 97? Первый? Первый, да. 96-й, а второй 98-й. Просто вот Fallout, когда играл Fallout, после этого все остальные… Ваша эпичность оставьте себе, пожалуйста, сэр. Просто Fallout это… Я думаю… Ну как, первый из первых с Fallout это пиздец. Если я хотел бы снять… Финист на игре, хотел бы снять кино, я узнавал только по Fallout. Fallout нельзя, потому что они, в принципе, никогда не будут ничего делать. Но Fallout была бы мечта. Настолько богатый мир, настолько все мрачно, при этом такой правильный луч в конце туннеля присутствует всегда. Меня Fallout всегда поражал. Прям… Я думаю, это любимая серия. Если надо выбрать любимую серию, это будет Fallout. Слушай, ну вот я до сих пор помню все эти чувства, когда ты первый раз из зубейши выходишь. Угу. И первое поселение… Там… Ну вот это, кстати, да, одна из тех игр, которые до сих пор я помню… Я не вспомню наизусть. Я помню просто… У меня вспышки. Это настоящее приключение. Да. В первый раз в этот… Волт разрушенный. Там, знаешь, энергетическую винтовку находишь. Там… А машину как раз собираешь? Нет. В туалетку было, да? Да. В туалетку было, да? А где, когда ты переезжал на корабль президента США, который убивал? Это вторая. А первая чем заканчивалась? Тебя изгоняли из убежища. Ты возвращался так и приносил там этот чип? Все. А ты искал… Ты искал… Водяной, да. Там… Фильтр. Фильтр. Водяной там… Не, гек… Гек во второй, да. Гек во второй. Это чемоданчик гек был. Чемоданчик был, да. Короче, у тебя, видимо, вторая все-таки для тебя… Вторая – главное. Главное. Не, я первый играл после второй. Точно. Первый играл после второй. Ну, Fallout для меня, наверное, самая любимая серия. Большим отрывом. Просто то погружение, тот мир, он прям… Лорд такой, ну, настоящий. Я помню, когда вышел третий Fallout, и были первые скейншоты, сейчас будет третий Fallout. Вау, что это будет? Были такие сильные сомнения о том, что в 3D как все это получится. Отлично. New Vegas гениально. Прям гениально. Несколько раз уже проходил. Тут нас с тобой разойдутся. Нет. Я к тому, что я тоже испытывал огромные сомнения. Я, собственно, наверное, первый, кто вообще поиграл в Fallout 3. Там 8 человек в мире было. Мы будем первыми из 15 человек в мире, кто вообще прикоснется к игре. Мы очень ждем этого момента. Я приехал с огромной статьей, короче, на несколько разворотов, что, чуваки, не пиздите, игра охуенная. Короче, все будет здорово. И тогда начало как бы мнение меняться. Но последний Fallout. Вот. Подожди. Но вот New Vegas, ты серьезно считаешь, что он лучше, чем третий? Я скажу, что после меня больше часов. Там просто мир больше. Я сейчас, из-за того, что я в New Vegas проходил после, мне, кажется, масштаб кажется просто более… Просто ты уже привык к тому, что это 3D. Ты привык, что это… Потому что в Fallout 3 он какой-то был… Да, это 3D. Это новая интерпретация этой игры. Ну, слушай, я включаю. Не дам, просто третий включился. Там Lime Nissen в начале. Со своими этим… Как сервисированную генерацию персонажей оупенную. Как вот это вся… Все круто, нет. …мир. Как как в Вегасе… Ну, блин. В Вегасе… Менее талантливо, на мой взгляд. Вообще. Именно райтинг. Слушай, может быть, я не буду… Я исключительно руководствуюсь ощущениями. По ощущениям в Вегас мне казался просто обширней. И вот это было… Ну, это правда. Он более удовлетворенный и… Вот. А четвертый. Для четверта я купил в Америке. У меня было несколько месяцев. И помню, что не буду ждать пока меня домой. Я купил PlayStation. Был Black Friday в Штатах. Я подумал, ну, пойду побегаю по магазинам. Купил Telex. Купил PlayStation. Купил Fallout 4. Включил. И… Я его прошел. С джойстиком. Что меня очень раздражало. Но я его прошел. И я понял, такое чувство… Ну, просто чувствую зачарование, наверное. Абсолютно тупейшие диалоги. Опции разговоров ни о чем. Весь этот… Ты сейчас форум зачитываешь. Отзывы на Steam. Ну, это самое… Я думаю, это отзывы… Потому что… Потому что… Ну, на самом деле, это был шаг назад. Там по графике симпатично все. Геймплей – ничего. Но… Какая большая такая составляющая RPG-шная. Самое обидное, что ты не сразу это понимаешь. Ты уже… Нет, ты сначала такой… Очень много времени проводишь. А потом… Вот это наступает понимание. Я помню, что город, где… Где-то находишь этого чувака-детектива-робота-синта. Вот я где-то там в этот момент осознал, что… Блядь… Что-то в городе-то ничего нет. Поверхностно все. Ну… Я тебя… Это… Успокою. Есть еще… Сейчас еще вышел онлайновый Fallout 76… Угры-то вообще появился. Который… Совсем плохой, поэтому… Мне тоже строить… Не хочу… Зачем это они дали? На хуй мне стоит. Знаешь, для меня вот строить таких игр – то же самое, что плавать во всех играх. Вот эта секция… Вот Last of Us – одна из любимых игр будет. Ну, сюжетно лучшая игра, наверное. И Харазин Звердон сразу за ней идет. Вот если вырезать все секции с плаванием, игра становится в разы лучше. Слушай, ну раз мы скаканули на Last of Us, давай. День нашего знакомства, когда ты выходишь и рассказываешь про хардкор, я такой… Че это за футболка? Типа… Блядь… Ну, это же… Ну, то есть она… Это, кстати, официальный мерч или… Да, я… Слушай, я ходил в Naughty Dog, снил Дракону на Тусил полдня, и он мне подарил в конце уходя просто пакеты. Там были все игры, все майки, куча-куча. Я просто вышел, я был со нашей пиарщицей, которая еще больше поклонник на Naughty Dog, чем я. А что ты там делал? Она знала… Пиарщицей… Одна из пиарщицей хардкора знала Нила, потому что ее парень работал на Uncharted. И он подумал, что тех пор уволился с компанией, говорит, слушай, хочешь познакомиться с Нилом Дракономом? Я такой, да. И мы приехали к ним. Я взял с собой еще хардкор, чтобы скоточки показать, и у меня было все очень запаролено, потому что у меня не должно было быть хардкора, фильмы продают 10 миллионов, и не должно быть режиссера на компьютере так, случайно. Это было запаролено настолько, что мы как отключили хардкор в их просто патровой комнате, и я не мог порой вспомнить, блядь. Я помню, что Нил такой… Я такой… И он рассказал мне историк, он айпад забыл. В самолете айпад, когда он летел на какую-то показывать презентацию, какую-то важную штуку. Он говорит, Илья, ладно, я проебал айпад с единственным видео нового геймплея, какой-то из игр. Поэтому ничего страшного, не парься, потом я приду к тебе на премьеру. У меня он показал Last of Us 2, всякие кусочки, аккуратненько так очень там… И он показал мне, как выглядит данный сценарий Last of Us, насколько там все… Ну понятно, что GTA 5 с 1200 страниц взъебет, но по качеству нет. Там очень тесная история, почему никогда не будет игры Last of Us. Потому что Нил сам хотел снимать, как… Не будет фильма. Не будет фильма, да. У меня была мечта, я пошел общаться с конторой под Sony, продюсер должен был быть Сэм Рэйми, у него были права на эту игру, должен был снимать детектив, кто снял. Фуканава. Фуканава. Не знаю. Фуканава. Он начал делать IT. Ид. Не IT, господи, Ид. Оно. Его уволили оттуда. Сейчас он будет снимать Бонда. Последнего. Кэрри Джорджи. Господи, почему не могу снимать фильмы? Ну, еще не важно. И он хотел снимать Last of Us, и ему даже не получилось. А он в момент уже был, как бы, чувак, кто снял True Detective. И даже ему не получилось выцепить права, не выцепить права, чтобы получить возможность презентовать на режиссур этого фильма. Там был конфликт, то, что Нил хотел сам снимать. И мне президент, на тот момент президент Скирин Джеймса был такой дико, всем известный как мой чувак, дико не голливудский парень. Чувак, который Клинт Калпеппер, по-моему, его звали. Такой мега экстравагантный гей. Абсолютно такой прям, вау, погнали, ребята. Прям мат-перемат. Что очень редко встречается в среде семьи, что все очень такие строгие, а он прям такой был эмоциональный, эмоциональный чувак. Я встретил сначала с Нилом, и спросил, а почему нет фильма, и Нил как-то очень так аккуратно. А потом я пошел с Клинтом разговаривать, и Клинт мне рассказал всю историю. Я такой, а, понятно. Там просто они стреляли, и ты не мог никого другого продавить, потому что... У него амбиции. Потому что у всех амбиции, и при этом Нил очень важный, он ключевой человек в Naughty Dog, поэтому никто не хочет его бежать, но кино это другое. Все, удачи. Но при этом, в отличие от Heavy Rain, вот этих, блядь, Quantic Dream, пошли не нахуй. Мне так нравится, как ты засираешься. Ну, пошли не нахуй. Пошли не нахуй. Это, слушай, это субъективное мнение одного человека, который не претендует на... Слушай, а не так скажи. Эти люди делают очень важное дело, они объясняют простым людям, почему в виде игры это круто. Heavy Rain лучшая игра, чтобы поставить девчонки. Смотри, какой девчонки? Любой. Окей, хорошо. Вот Нил Дракман, он стори-теллер, он режиссер, и он делает при этом охуенные игры с охуенными сюжетами. Финал Last of Us. Нет лучшего финала в видеоиграх. Нету, блядь. Просто нету. Знаешь, я годами просто пытаюсь сформировать отношение к нему. Потому что, честно скажу, первый раз, когда я прошел эту историю до финала, я был разочарован. Потому что, знаешь что? Я не почувствовал... Все, я прошел. Я не почувствовал реворда. Реворда? То есть реворда. Ну, я прошелся через все штаты и ни для чего. То есть вот с точки зрения... Для фильма это охренительный финал. Это то же самое ощущение, как у меня God of War не дал мне отвезлить Один. Да. То есть для фильма, для не интерактивного повествования это офигенный финал. А для игры, когда ты вложился в это путешествие, когда ты шел с какой-то целью, вот блядь, я не мог принять вот этот финал. Антон, позвольте. Твой реворд был то, что ты потерял в первой сцене игры, потерял дочь, и в конце ты обретаешь дочь. Использовать очень темный маневр ложь. Реворд и есть. Просто он не тот, который ты хотел получить. Ты хотел получить, что только Dragonfly говорит вот, кстати, вот. А вот тебе мы излечим все человечество. А вот я так не иду. А что ты хотел? А я не знаю, что я хотел. Я тебе говорю свои ощущения. То есть ты не знаешь, что ты хотел, то, что далее не понравилось? Да. Смотри, да. Я тебе говорю свое ощущение. Что... Мне очень многие говорят, что ты просто не впечатлился, потому что у тебя детей. У меня тоже нет детей. У меня фантазия достаточно развитая. И у тебя, и у меня. Чтобы понимать. Когда они в конце стоят, и он говорит, обещай мне, что все это нет. И он говорит, я обещаю. У меня мурашки. Клянусь. Круто. 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 Я согласен. Для фильма. Я считаю, для видеоигры. Нет. Прелесть человечества, что мы с тобой можем здесь сидеть и согласаться, не соглашаться. Я уважаю это мнение. Даже если ты не прав. Слушай, я знаю, что у меня просто свое мнение. Просто у большинства мнение, что это крутая концовка. Что это одна из лучших концовок. То, что Макдональд самый продаваемый ресторан на свете, не значит, что это вкусная еда. То есть мы можем по-разному интерпретировать. Людям нравится Detroit Heavy Rain. Ой, Detroit Become Human. Это не значит, что мне нравится Detroit Become Human. Кстати, я это принимаю. Я понимаю людей, которым это все не нравится. Я очень рад, что если людям нравится то, что мне не нравится, я рад, что людям что-то нравится. Это круто. Есть какой-то entertainment, который зашел. Мне не зашел, но бог со мной. Слушай, ты уже достаточно важных тайтлов произнес, чтобы понять, что вся вон, типа, сочвак. Да, да. Я вообще готовился, Антон. Да. Девосекс, да. Девосекс. Слушай, а ты в новый Девосекс играл? Я купил его. Могу Steam показать. У меня там будет 30 минут, у меня компьютер не потянул. Во-первых, у меня Mac. На нем стоит Windows. Ты про Human Revolution или Mankind Divided говоришь? Human Revolution была уже где был Jensen, где лежал. Тот меня потянул компьютер. А вот новый нет. Новый прям такой. Даже на lowest setting у меня прям было. Я перестал. Я не играл в последние все Battlefield 2. Я очень хочу. Сейчас мы закончим. Я пойду сейчас куплю эту штуку. Пошел. Видишь, как она у тебя подействовала? Посидел такой, очень давно не играл. Нет, слушай, я вчера вечером сидел. У меня было грустное настроение. Я посмотрел дом, который построил Джек. Надо? Вот я боюсь его рекомендовать. Я получил удовольствие. Эстетическое и моральное. Я смотрел, мне было интересно. Просто Ларс в последний раз меня выбесил. Ну ты Ларс, слушай, Ларс провокатор. Он провокатор, поэтому. Смотри его дома. Смотри его дома. Мне понравится, не понравится, выключишь. Я получил удовольствие. Мне очень нравились там многие моменты. Моменты не с насилием связаны, а просто такие псевдофилософские какие-то беседы у него. Ты знаешь формат фильма, что вообще происходит? Нет, нет, нет. Все, я ничего не говорю. Начни посмотреть. Не рассказывай. Да, да. Пошел отец с него. Папа, я не понимаю, чем ты идешь на этот фильм? Он пошел с женой. Они вышли. Он говорит, что он досидел там два с половиной часа. И он получил массу удовольствия, хотя половина зала вышла. Ровно половина вышла. Там был зал небольшой, человек двадцать. И десять человек просто ушли. Они еще пятнадцать, через тридцать, через сорок пять. Кино на любителя. Но там есть на что смотреть, чем подумать. Мне кажется, если бы я смотрел не поманка в кинотеатре, я тоже вышел. Я пойду дома, посмотрю потом как-нибудь. В дома мастурбируй просто проще, да. Не на этот фильм, увы. Признаюсь, что «Умное кино» я все меньше смотрю. Потому что у меня есть четкое ощущение, что «Умное кино» для тинейджеров. А потом тебе хочется позитива. А что ты имеешь в виду «Умное кино»? Я имею в виду вот… Ну что последнее, то, что ты назвал бы «Умное кино»? Ну давай, «Нимфоманка», вот. А что имеешь в виду еще? Я бы с ним видел. Ну как этот, «Фягенсов» последний. «Умное кино»? «Не любовь». Ну значит «умное». Ну вот «Не любовь» меня бомбило. Я смотрел, ну прям скучно было. Вот «Собибур» неумное кино. Да, плохой пример. Вот это тоже я. И как это? Вот как это могло получиться? Вот что это такое? Потому что намерения, я уверен, были благие. Да, но… Но намерений – это мало. Ну слушай, ну там же даже операторская работа. Это даже не старались. То есть у вас там типа кастинг хороший, приличный. И как бы какая-то… Ну я не… Там очень сложная судьба у проекта, насколько я понимаю. Потому что у всех проектов на самом деле сложная судьба. Вот что интересно. Понятно, что игры занимают там три года. Четыристо человек – большая игра. Кино – сто человек. Ну если графика там те же там тысячи будет. Но в принципе любая игра, которая масштабная доходит до зрителя, до игрока и она хорошая – это уже большой праздник. Субъективная, объективная, может быть там хорошая, пока не важно. Это большой праздник, потому что это огромный труд. Вот. И то же самое с кино. Кино – еще более рискованный труд по сравнению с играми. Потому что большие… Ну как делает Rockstar GTA, ты знаешь, все будет хорошо. Но сравнение с Rockstar, он будет, наверное, Avatar. Потому что ты знаешь, что Avatar зайдет. Red Dead Redemption 2 зайдет. 100%. Red Dead Redemption заработал, сколько, 700 в первые сутки. GTA заработал, по-моему, миллиард, если не ошибаюсь. Они были первые, кто за три дня, за выходные продали миллиард. Кино такое никогда в жизни не будет делать. Путь, когда проходит идея из головы одного или нескольких человек, чтобы пройти до массового зрителя, путь настолько тернистый, непростой, сложный и все остальные другие слова, описывающие данную штуку, что когда ты видишь американское кино, особенно американское кино, большое и хорошее, даже среднее кино – это праздник должен быть. Просто мы привыкли к тому, что мы выбираем. Это нафиг, это нафиг. Это понятно, мы так устроены. Но, в принципе, обыватель не должен это знать, это не проблема обывателя, насколько тяжело, типа, сделать кино. Но, на самом деле, это адская штука. Даже не так звезды сойтись. Там ты мало-мало сделать, написать хороший сценарий, собрать хороший кастинг, найти бюджет. Там просто должна быть, погода в тот день будет не та, у тебя не так. И все, у тебя все рушится. И это постоянные вот эти компромиссы. Постоянные компромиссы. Все этим занимаются. Это может быть Nolan, у тебя тоже будут компромиссы. Поэтому то, что мы, как человечество, в принципе, не особо ценим, кроме самого того, что заходят, это… Так мы устроены, но это чуть-чуть ее заражает. Круто, что ты коснулся этой темы. Потому что мне, во-первых, очень… Я, во-первых, хотел спросить, что, по-твоему, сложнее все-таки делать фильмы или игры? Я думаю, что я никогда не делал игры. Да. И смотри, вот я как бы слушаю тебя, и то, что я пытаюсь как-то до зрителей всегда доносить, что, чуваки, вы вообще не понимаете, насколько делать игры тяжело. Поскольку я как бы в процессе уже 20 лет почти, да, я как понимаю, я знаю многих людей, я вижу это изнутри. Но люди не понимают. То есть они думают, что там само все делается, все халтурщики раз в год там что-то… Извините, правда, на тему халтурщиков. Вот помнишь, Rockstar очень неправильную вещь сказал? Выдал все карты где-то за две недели до выхода Red Dead. Он сказал, да, у нас команды работали по 100 часов в неделю. Это была стандартная штука. Он хрохорился, что так тяжело люди работают. На самом деле самые overworked, как сказать правильно, переработки… Переработки. Переработки. Адские переработки – это в видеоиграх, когда последний, crunch time начинает в последние месяцы два. Хана. Видео и кино – то, что 3D-графика. Люди просто не спят. Люди не видят в своих семье, чтобы сделать ту графику, чтобы потом кто-то скажет, ну графики так себе, пошел ты нахуй. Ты имеешь право так считать, черт побери, но ты не представляешь, какова цена для людей, которые сильно сидят, это и делают. Ребята, которые просто программируют каждое движение пикселя, наносят Таноса. Это все огромнейший труд. Огромнейший труд, который сильно уничтожает просто людей. И я как бы всегда пытаюсь донести, да, что игры – это большой труд, но я сейчас тебя слушаю и, блин, я понимаю, что у меня к кино другое отношение. Что я, понимая все это в играх, я смотрю, типа Bumblebee сейчас вышел, и я такой два шага назад по Visuals, явно экономили, короче. Я не видел, прямо экономили, да? Ну, прямо видно. А фильм лучше, чем? Все говорят, что лучшие трансформеры. Слушай, Джонни пятый. Вот. Как вот Short Circuit. Да, Short Circuit. Да. Ну, короче, это, блин, я причем даже в обзоре с вами про это не сказал. Мне очень не понравилось, потому что мне не 6 лет. То есть, если бы мне было 6 лет, наверное, это… Но мне показалось, что очень натужные все эти… Ну, то есть, Bumblebee что-то там ударили, и он стал маленьким котенком, который всего боится. Ну, как бы, я слишком старый, чтобы верить в это. Ну, типа… Не целевая аудитория. Ну, очень шаблонная. Ну, то есть, прям вообще… Вот «Человек-паук» через вселенную, и мое почти… Если бы брать третий акт, который совсем такой, ну, типичный, супергеройский… Слушай, у меня такое ощущение… Там же было три режиссера, такое ощущение, что под конец просто что-то поломалось. Они просто, они… Знаешь, запустить такое кино… Должны писать, понимаете, продюсеры, инвесторы и такие… Ага. Ну, а что, где финал, где лазерная штука бьет в небо и пришляется… Ну, как бы… Ну, просто… Есть вот эти схемы, которые отработаны. Они… Сам факт… Как выглядит новый «Спайдер-мен» в этом мультике… Да кофе, как он даже выглядит, как он написан, как он… Все… Нет, вообще… Там все милое, там все настоящее… Я каждый минут 15 подращался к Дашу и говорю, «Даш, это же нереально круто!» Я же… Просто я был… Я был в дичайшем восторге от этого фильма. Просто рисовкой уже удивили на трейлере. Но я удивился… Я трейлера не видел. А-а-а… Я трейлера не видел, я познал, что… Я слышал хорошие лицензии, я пошел… В общем, я знаю, что очень непростой фильм для продажи. Мы вообще общаемся с Sony по поводу другого проекта… По количеству продюсеров и режиссеров можно понять, чтобы проблемы были. Да. Просто, понимаешь, я что кайфанул? Он из всех вот блокбастеров, который выходил за последнее время, он единственный какой-то чувствуется настоящий. Оригинальность. Хотели, да. Мне очень понравился еще первому игроку… Тебе очень понравилось. Очень понравился. Тебе понравилось… Не из-за ностальгии. Не из-за ностальгии. Мне понравилось, это как кино в 80-х, снятое в 2018. Мне смешанные чувства. Мне кажется, все, что… Тебе бомбы еще меньше понравятся. Потому что… Я не хочу с моей бомбы, я не пойду. Трансформеров я не смотрел в кинотеатре, в части, наверное, пятой. Еще мне очень Валериан понравился, наверное, зовут. Валериан, если там был бы кастинг. Мне кажется, была ошибка, что кастинг… Мир придуман шикарный. Началок, они показывают, как космос, вот эта вся монтажная стучка. Вот так вот. Все? Работает? Да. Рутгер Хауэр еще. Где там Рутгер Хауэр? В начале? Ты чего? Я в кино опоздал. Чуть-чуть, да. Я помню, когда они все встречаются, это я помню, а Рутгера я этого не помню. А он был, типа, встречающий с русской, с человеческой стороны, да? Там были очень крутые придумки. Очень крутые придумки. Просто Люк сделал ошибку, что взял кастинг, просто не тот принципиальный. Ну, кроме Рианы. Наконец-то я сыграл нормальную роль. Я всегда понимал, знаешь, что кино это сложно, просто когда я задумывался, ага, я вот снимаю всю жизнь, я с камерой умею обращаться, но кино, нет, сценарий, это, 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 то, сё, пято, ну то есть у меня тут сразу. Но я при этом тоже понимаю, что игры это ещё сложнее. Возможно. Но для тебя, вот как человек, который всё-таки кино снимает, в твоём представлении всё-таки кино более сложно искусственно. Нет, нет. Я из-за того, что никогда не делал играми, сложно судить. Мне кажется, что игры должны быть сложнее. Играми сложнее, потому что кино, просто можно думать кадрами. Кино там две с половиной тысячи кадров. Ты уже сделал две с половиной тысячи кадров. У тебя весь сценарий, ведёшь, фиксируешь эту раскадровку на... Там более-менее понятно. То есть, как сделать, не всегда понятно, но понятна задача. Игра настолько... У тебя не зафиксированы. Раз кадр, два кадра, три кадра. У тебя в этом кадре может твориться всё, что угодно. Всё, что угодно выглядит хорошо. А ты ещё поправил один кадр, и там всё поломалось. Конечно. Масштаб просто... Там некие вещи проще. Просто ты делаешь, когда придумал environment. У тебя есть игра. Ты придумал правила, придумал, запрограммировал гравитацию и так далее. И пошло. Мне почему-то кажется... И, наверное, из-за того, что я никогда не делал это, и не в процессе от а до я, мне кажется, что игры должны быть сложнее. Просто это масштаб другой. Совсем другой. Если возьмём самую топовую, самую дорогую триплую игру, там возьмём... Тогда это GTA возьмём. Сделать GTA или сделать тот же Avatar возьмём, потому что не сильно топовые такие беспроигрышные моменты. Там и там люди очень сильно потели и не спали. Я думаю, что GTA просто требует больше времени. Знаешь, меня что-то поразило. Я когда-то приехал в Нью-Йорк, встретился там, нас попросили денег передать ребятам, которые на Brighton живут. Я, короче, впервые очутился вот в том самом русском, эммиграционном, эммиграционной Америке. Нику Берич, да. И я сидел... Ты не понимаешь, насколько точно они всё передали. Я познакомился с тамошним народом, и там были... Антон, let's go bowling. Нет, там были истории, когда там... Вся семейство дяди им сказало, типа, приезжайте, у меня здесь дом, все зима, они приехали, оказалось, что в подвал. Да, они берут типичные вещи и просто их нутрируют. А я же читал потом про них, они же реально жили на Конь-Айленде. Два лет. Зимой. Это... Про кого ты имеешь в виду? Про Хаузеров. А, ну... То есть они когда приехали покорять, ещё во времена GTA 2, Америку. Они через это всё прошли. Они взяли большой труд и очень классно заработали и занимаются офигенным творчеством в своё удовольствие. Это очень здорово. Я не знаю, что к респекту, что они всё... Ну, они вот бескомпромиссно. Они вот заработали и вваливают. Да? Вваливают. А это метка на своих всех людей. Я почитал, что биографию... Не авто, а биографию Илона Маска тоже самое. Все. Поэтому, когда я вот что-то зарабатываю, я трачу, занимаю новых сценаристов для новых сценарий, я вообще не испытываю никакие там сомнения, потому что правильно и неправильно. Потому что на самом деле всё ради творчества. Всё остальные бонусы, это круто, но... Story of my life. Гораздо больше бы заработал денег, если бы не вваливал, наверное, в своём маленьком мерке. Но ты не можешь не вваливать. Это не то, что у тебя особый выбор перед тобой стоит. То есть он есть, он есть, выбор есть, но для тебя это не особый выбор. Ну, я просто, может быть, проекцирую свои впечатления, но я знаю, что у меня вот... Я заработал денег, если я худею, он хорошо прошёл, я получил там свою продюсерскую долю, я вкладывал там, заработал. То есть у меня есть выбор, тратить эти деньги, там, купить квартиру или вложить в новый сценарий. Я такой новый сценарий. Потому что, ну, я хочу это делать. И я понимаю, что... Ну, вот хочу. То есть это потребность историческая. Выбор есть, но ты понимаешь, что его на самом деле нет. У тебя, то есть для тебя это не выбор. Ты знаешь, что ты будешь это делать. Всё. Я по-другому не знаю, как жить, да. Ну, поэтому я думаю, это большая часть, почему у тебя есть успех в твоём деле. Потому что ты болеешь им по-настоящему. Это не то, что я поработаю с девяти до пяти, а потом пойду заниматься делами. Это есть твоя жизнь. И для меня тоже это моя жизнь. И нам очень, на самом деле, кажется, повезло. Знаешь, я тебе немножко завидую, потому что ты сейчас в той струе, в которой я лет десять назад был, когда я делал самоуспешный журнал в Европе. Я еду на прежних колёсах, как бы, но… У меня то же самое. …в интернете, и мне, знаешь, так тяжеловатенько сейчас, потому что с новым поколением не получается договориться. Я всегда, знаешь, про позитив, какие игры охеренные. Мы завивали эту индустрию, пытались до большего количества людей донести, что игры – это круто. А сейчас, знаешь, так те уже знают, что игры есть, поскольку кризис, скорее, ищут повода их не покупать. Почему они плохие. Я сейчас себя ищу снова. Ну, что ты найдёшь? Ну, куда денешься? Ты, как бы, ну, смотри, тут… Суть в чём, что… Вот Hardcore в России мало собрал, да? Ну, как? Он собрал 180. Это мало. Для этого фильма должен был собрать больше. Можно сказать, маркетинг был не тот, как обычно. Наши режиссёры жалуются. То, что я охуенный, мой фильм охуенный, просто люди не продали. Нет, всё относительно. Тут момент того, что искать причины, почему не получается, это хорошо. Но надо искать причины, почему получится. И потом идти к ним. Мне кажется. Потому что у меня вот тоже период сейчас… У меня прошло 20 года с последнего фильма. Это очень большой период. Прям критически большой период. У меня за это время слетело три больших проекта американских. Я не делаю ничего в России принципиально. Потому что я делаю, как продюсер, мне интересно. Я хочу снимать на английском. Потому что я понимаю, что я чувствую английский много лучше, чем я чувствую русскую аудиторию. Я могу в списке причин написать, почему не из-за меня так получается, что так есть, как есть. Но самое конструктивное – это понять, что идёт не так. Делать какие-то выводы и попытаться бить в новую точку. Бить ещё сильнее. Я буду бить так. Даже если не будет получаться, я буду через 20 лет дальше так же бить. Я точно не сдамся. Потому что я ни другой жизни для себя не вижу. Может быть, как и ты. В том плане, ты получаешь того, что ты любишь видеоигры, видно, что ты не можешь заниматься тем, что ты занимаешься без любви. И то, что новое поколение смое по-другому – окей, но это новое поколение. Оно должно смоить по-другому. И мы всегда будем смоить на… Наши родители смоили на видеоигры. Ну, ёпка, зачем вы играете в эту хуйню? Занять месяц, почитай книгу, сделай что-то более конструктивное с собой. И, пожалуйста, это нормально. Всегда будут старые смотреть на молодых и говорить, что вы дебилы. И они вырастут. Я так же на это смотрю. Просто возраст, да. Просто возраст. И другие вкусы. Нормально. Но ты можешь найти к ним язык. Да нет, просто знаешь, как сейчас… просто я понимаю, что сейчас кризис, что очень большое расстояние. Те, у кого деньги есть, у них всё нормально. То есть отношение нормальное. Плюс все играют в бесплатный, competitive, вот это, вот это. А это знаешь, как я рассказываю про большое кино, а мне предлагают про порнуху. Ну, как бы… Порнуха – это неплохо. Нет, это понятно. Ну, просто не то, не большое кино. Да. Просто небольшое кино. Поэтому… Нет, ну я как блогер могу в разные сферы пойти, не только в игры. Поэтому у меня… в этом плане я спокоен, но… Есть некое недовольство. У меня есть некое недовольство. Да. Нет, я к тому, что по крайней мере по внешним факторам у тебя прям много такой интересной движухи. Это круто. Слушай, я получаю удовольствие. Я работаю, я всё равно не позволяю себе… у меня сейчас пауза полгода была с последних съёмок. У меня последний клип, который вышел, он встретился с жёстким негативом. Я хотел про него спросить. Давай. Ты вообще… Не охуел так много Тинькова рекламы вставляет? Нет. Как бы ты не охуел от того, что люди увидели там только рекламу Тинькова и не увидели, а просто вот дальше? Нет, я не охуел. Я… конечно, я расстроился от негатива, потому что я это делал чистейшими намерениями, хорошими. Я потратил полгода даже. Слушай, он очень позитивный. Я люблю это. Я горжусь им себя. У меня заставка на телефоне поменялась две недели назад. У меня заставка, это маленький пришелец был. Я разбирал, у меня забавная беседа была с Эмираном, который сказал, ты не знал, что с Тинькома творилось? Я такой, нет. Нас есть за интернетом. Я говорю, да. Я делал простую идею. Я придумал идею. Мне пришелец прислал этот альбом. Говорит, выбери трек. Я выбрал Цоя. Я подумал, классно, мне нравится, хорошо. Давай сделаем… И начал думать, что вот, очевидно, надо было делать про Питер в 90-х годах. Чтобы сделать без того режиссеров. А мне это скучная иллюстрация. Такое идет нахуй. Ну так, хорошо, давай сделаем что-то другое. Я подумал, о чем песня? Песня ностальгии, песня… Давай сделаем ностальгию в космосе. Чувак в космосе, как все плохо. И вот это будет интересно. Для меня это, как зрителю, мне это было интересно. А чтобы это сделать, нужны большие деньги. Для тех денег, которые не могу сказать, Сергей, ну дай мне, я не буду называть сумму, но она огромная. Это был, наверное, один из самых дорогих клипов в России, если не самый дорогой. Сказать, дай мне вот эти деньги, чтобы я сделал такую штуку, это, ну, как бы… Я ему сразу сказал, давай попробуем ролл-плейсментом это сделать. Мы долго искали. Пришел Тинькофф, который, не лично Тинькофф, но мы пошли и вышли на них, и они посмотрели презентацию, клип, анимат, видеоматик, песню искали. Ну типа, да, но добавьте сюда, нам нужно, чтобы у нас было раз интеграция, два интеграция, три интеграция, и еще песня Цоя. Четыре, должно быть четыре пункта. Это было очень много. Это объективно было много. Потому что у меня изначально был план только бургер сделать. Мы хотели там пойти к каким-то… Ну потому что там смысл в этом. И они сказали, нужно было три интеграции и песня Цоя. Единственный вариант, что я придумал, был это корабль с пришельцами. Я знал, что это много, я понимал. Но при этом я понимал, что я выйду и сделаю свой финал, где Миклеанджело, где Антянин спасает. Мне было это мило. Это мой первый семейный клип, который можно показать детям. И там нет мата, там нет крови, нет насилия, есть пару взрывов. И я подумал, давай я для этого никогда не делал. Никогда не делал работу с полным CG персонажем, полным CG кадров. Там очень много кадров, где вообще ничего нет, кроме CG. Мюзикл. Я не очень понимаю этот жанр. Я подумал, давайте я сделаю себе несколько вызовов, чтобы мне было интересно. Потому что можно было снять еще один вояж, пожалуйста, в легкую. Как бы там девушки, корни, наркотики, сиськи и так далее. Но я хотел сделать что-то по-другому. Я очень горжусь результатом. Качество работы охуительное. Там есть ребята, у которых графика так себе. Нет, нет. Я просто эту графику можно показать. Любой конторик занимается графикой в мире, они скажут, что графика офигенная. А когда им скажут бюджетно, они скажут вдвойне это офигенно. Потому что это дело. У меня были разговоры с западными продакшенами и с рекламными агентствами, которые смотрели. И все прям в диком восторге. И называли сумму в 4 раза больше. Сколько вы за это взяли бы? Они называли сумму, которая в 3-4 раза больше. Поэтому я работой горжусь. В результате, конечно, меня расстроил. Но это интересный урок. Много выводов было сделано. Вышел новый клип Ленинграда, который я продюсировал. Я влетел в Штаты готовить кино. И Ладой снимал по его идее. И у нас была интересная история, что благодаря казусу с количества сверхрекламы в ЦОИ мы смогли следующий продакт-плейсмент убедить. Мы делаем аккуратно, чтобы не повторять. Один раз я обжегся, больше и себе не позволю, и вам не позволю, и я Сергея не подставлю. Поэтому неприятно – да. Выводы были сделаны тоже. Дальше придет что-то. Я могу представить, у тебя первое, второе, третье. И тут такая реакция. Мне тоже не понравилось количество Тинькова, но я… Мне тоже не понравилось количество Тинькова. Выбор такой. Ты как зритель. Вот если бы не было бы… Как создатель. Да. Никак. Но в таком случае, что я должен был выборить? Было бы правильно. Да ты все так сделал. Все. У меня такая же проблема, и я там свое мнение никогда не продаю ни в каком виде. Но я продаю спецпроекты по некоторым играм. Мы делаем красивые ролики там с графикой. И люди это, конечно, иногда неправильно, негативно воспринимают. И еще все остальное начинают называть продажным. Потому что, ну типа… Потому что, Антон, пошел ты взаимств. Это есть не надо. Да. Мне было 15 лет, я слушал панк-музыку, и ничего кроме панк-музыки не признавал. И все остальные, кто зарабатывает музыкой, все были мудаками. Но ты вырастаешь, понимаешь, о, а хочется, чтобы была крыша над головой. И хочется, чтобы была машина. И хочется, чтобы машину можно было заправить бензином. И хочется, чтобы можно было пойти в кино, когда хочешь. И еще делать более крутые вещи. Я зарабатываю для того, чтобы сделать еще более крутые ролики. С графикой там, с какими-то клевыми моментами, а не просто обычное видео. Я говорю про крышу и так далее. Я имел в виду то, что ни дети, ни подростки еще не понимают… далеко не все понимают ценность денег и ценность, возможность зарабатывания. Я очень хорошо зарабатываю. Я думаю, с режиссера в России у меня там очень хорошая позиция, с точки зрения финансов, все очень здорово. Но у меня всегда были деньги как бонус. Первая задача была делать классный контент, мне очень нравится. Снимать то, что мне нравится, становиться лучше, как мне нравится, к чему я шел. Поэтому пока у меня намерения внутренние благие, пока ничего не поменялось в этом плане, я делаю в первую очередь для творчества. И когда тебя наказывают за творчество хорошее, вот это неприятно. Вот это меня убило с Цоей больше всего. Не то, что люди говорят, что много плейсментов и так далее. Люди начали говорить, что это плохая работа. Здесь я думаю, ну нет, она не плохая работа. Вас разразило то, что был Цой, хотя это было полгода назад выпустил Сергей этот трек. Никто ничего не вякал. Потом то, что мы связали Тинькова с Цоем. При этом сын Цоя, думаете, не заработал с этого ролика, заработал очень неплохие деньги. Мы же звонили, я ему звонил, рассказывал. Я знаю точно, что Михаил был в курсе, на что будет использоваться. Я сразу сказал, давайте, как есть. В конце будет корабль, Тиньков, и будет, конечно, что играл трек твоего папы. Вот такая штука. Это, по сути, это прямо такой проект плейсмент, но это очень рекламно будет выглядеть. Поэтому, чтобы все карты были открыты, все. Когда люди говорят, что Цой был бы против, Цой бы там крутился бы, Цой крутится в гробу, мы не знаем. И не надо гадать, что уверенно так. Не то, чтобы гадать, пожалуйста, но просто говорить, что это пиздец, потому что вот так вот, он бы вот это. Это очень поверхностная и неглубокий анализ данной ситуации. Слушай, есть что есть? Ну, я тебе сочувствую и говорю, вообще не парься. Все клипы твои очень разные, на мой взгляд. Мне очень, кстати, понравилось то, что с глюкозой сделано. Что это делать? Вначале хотели сделать это как живое видео. Это живое видео стоило миллион долларов. Мы посчитали, 55 миллионов получалось. И мы начали искать продукт плейсмент на эти деньги. И там бы условия были такие, что Цой показался бы вершиной айсберга. Когда я сказал, ну все, там не делаем, все такие затихли. Потом он вернулся, говорит, давай сделаем мультик. Я говорю, кто в России сделает мультик? Он говорит, нет, есть ребята. Я познакомился с этой командой, и мы начали делать. Четыре месяца мы делали плотный этот мультик. И я понимаю, что каждый проект, который я делаю, из-за того, что я пытаюсь не повторяться. Где-то есть какие-то повторы, разумеет, тематические. Мне нравится. В каждом клипе мне нравится, когда люди бегают. Я вот виноват. Окей. Сам не бегаю, мне нравится, что люди бегают. Везде какие-то я для себя новые навыки режиссерские для себя подцепляю. И что-то, как мне кажется, становится лучше. Не знаю, к чему я сейчас рассказываю. Мне кажется, становится лучше, якобы. Но на самом деле я понимаю, что в каждой работе я очень благодарен, даже если есть негативный фидбэк, потому что я выхожу из нее лучше, чем я был раньше. Это факт. И никакие даунвоуты на ютюбе это не изменят. Щелкайте, мне похуй. Ну как, мне не похуй, но похуй. Ну похуй. Ну похуй. Ну так. Слушай, ну на самом деле спасибо тебе огромное. Очень приятно. Еще тогда по футболке Last of Us и про то, как ты про ментов рассказывал, понял. Человек свой. И очень приятно было сегодня во всем этом убедиться. Ну и на самом деле у меня осталось еще несколько вопросов. Сейчас я вот посмотрю, скорее всего пропустил. Скажи, Blade Runner ты любишь? Я считаю, что это шедевр как картина и плохое кино. Как кино. Ты сейчас прооригинальный. Просто есть мои как искусство. Это шедевр. И первый, и последний. Но как кино, как рассказ, мне кажется, довольно-таки слабо. Я сначала в детстве очень любил Blade Runner. Потом... У меня просто... Киберпанк моя... Самая игра, которую я жду, 27,7. Киберпанк для меня пиздец. Вот это... Вот здесь вот... Не знаю, что будет, когда она выйдет. Но я не буду ничего делать. Я буду играть. Я просто играл в Киберпанк еще в этот... Настольную. Да. У меня в далеком-далеком про... В 11 лет у меня была эта книжка. Я очень люблю наизусть. От коми пошла любовь к киберпанку, в принципе. Blade Runner. Я купил... Единственный Blu-ray, который я купил, чтобы посмотреть на PlayStation, я купил Blade Runner. Пять дисков. Ты имеешь в виду издание в чемоданчике? Я показывал Даше. Она никогда не смотрела. Мы включили. Я смотрел и понимал, что... И когда ты смотришь с человеком, кто никогда не видел, ты смотришь по-другому, разумеется. Я смотрел и понимал, что безумно. Релиз-код, конечно, художник. Он просто в прямом смысле художник. Из многих режиссеров настоящих художников. Он рисует каждую эскадровку от руки. Прям красиво все. Красками. История интересная. И Дик один из моих любимых фантастов. Но как фильм, вот именно как такой кусочек энтертеймента двухчасового, он не очень хороший. Он слишком затянутый. Он плохо рассказывает все эти вещи. Он намекает, но не показывает. Иногда это правильно, иногда это неправильно. И то же самое с новым. Я пошел и смотрел, что... Я был в восторге, что они это сделали. Я подумал, какой дебил дал нам 150 миллионов на это. Как они красиво делали декорации. Как они строили эти ковши, которые в воду они плевали. Гениально. Но как кино, у меня смешанные чувства. Мне вообще не понравилось. Я сидел нога на ногу, как бы быстрее в туалет выйти с пресс-показа. Сценарист вроде тот же, но такой херни они наворотили. Слушай, тот не заработал деньги, этот не заработал деньги. Вопрос того, что спустя 30-40 лет снимать сиквел фильма, который никто не хочет, это большой риск. Но фильм-то культовый. Он культовый. Слушай, нечто культовое кино. Но он провалилось тогда. И когда он сделал в 2011 году, он тоже. Это типичная такая штука, когда культовость не значит продаваемость никогда. Это, наоборот, значит противоположность продаваемости. Поэтому... На секундочку. Поэтому... Опять же, у меня не было такого ощущения у тебя на последнем Blade Runner. Но я сидел в кинотеатре, я был в восторге именно от того, что я смотрю. Это экспириенс. Я смотрю живые картины. Я смотрю... Причем первый мне нравится все-таки больше, наверное, на порядок. А второй... Он поймал дух. Были очень хорошие сцены. Мне кажется, хороший кастинг. Все красиво. Большой world design. Но то же самое. Сюжет на меня. Все эти повороты, в конце был такой... Ну, окей. Как бы окей. По дизайну можно сказать, что при заспехах по дизайну кино было интереснее, чем «Бегущие по лезвию». Но при том, что затраты были совсем другие. И не столь проработанные. И не строили все они это по... Мне вообще кажется, что ничего у них не получилось. Мне вот только арка с искусственным интеллектом очень понравилась в нем. А вот все остальное... Я даже не увидел заинтересованности режиссера. Денис Вильнек просто холодный очень такой. У него такой взгляд на вещи. Потому что он гениальный режиссер объективно, а не из лучших сегодня работающих. У него просто вот такой вот чуть отстраненный есть. Он как Нолан. На этом есть очень похожее. Но он еще холоднее. А Денис все-таки может теоретические истории рассказывать искренне. Но у него есть вот это артовое такое... То есть видео в первые ранние фильмы. Там «Политехника». Не знаешь, что фильм был первый? Чебешное кино про убийство. В Канаде пришел чувак в институт политехнический и стал стрелять. Он снял про этот фильм. А Чебешный фильм очень так... Ну вот это такой отстраненный взгляд на ситуацию. У него все фильмы, они вот такие вот... Вроде кадр близко и камера вот здесь вот героя. Но нету, хочешь сказать, ни связи, ни коннектов. Я не знаю, как это правильно объяснить. Просто я это ощущаю. А вот передать мне пока не хватает слованного запаса. Я рад на самом деле, что многим этот фильм в том числе понравился. Я всегда завидую. Если мне не понравилось, а кому-то понравилось, я всегда говорю, вот я вам завидую. Я бы хотел, чтобы мне тоже понравилось. У тебя светлый цвет на вещи, Антон. Это очень классно. Дай бог. Дай бог, чтобы был больше людей, как ты, и мир был бы лучше. Спасибо. Очень приятно слышать. Пока с этим вот на ютубе точно плохо. Вот, слушай, еще про проебанный проект в Голливуде. Я там мастер-класс с тобой один смотрел. Ты эту историю немножечко рассказывал. Да. И это все связано с историей, как ты заболел пневмонией перед выходом хардкором. 9 апреля. Я ночью поехал в больницу, да. Потому что у меня три года тело, знаешь, когда ты на войне, когда солдат. Стоит подождем. И ты думаешь, не, ну как это? Когда работаешь, работаешь. Да. Тело знает, что сейчас нет вариантов болеть. Три года закончились. Я не болел ни разу за три года, хотя до этого болел раз в три месяца. Тело, организм продержался. Восьмого мы сделали последний пример. Потому что я ездил по разным точкам мира. И восьмого была в России или седьмого. И все. Я в эту же ночь свалился. И все. У меня на самом деле тоже так много раз было, когда сдаешь номер, какой-нибудь важный сюжет выпускаешь. И все. Потом просто отваливаешься. А ты, кстати, в бреду читал комментарии. Что пишут. Нет. Я вышел через две недели, я думаю, пролежал в таком объемном состоянии. Проебный проект твой может случиться? Нет. Он даже не случился. Даже без меня не случилось. Там была самая вещь. Я не понимаю, можно мне рассказывать или нет. Стоит ли или не стоит. Но это был проект с чуваками, кто сейчас делает самые большие фильмы на свете. Это был продюсерский проект. Они сами писали сценарий. Я им предложил свою версию этого сценария. Сказали, переписывай, снимай. Матима Конахи, главный урок, пожалуйста. 40 миллионов долларов. 18+, приключенческое экшн-кино. Идеальный. Просто идеальный проект. Я же сказал Тиму, Тиму, хватай, бери охуенно. Все. Полгода делали контракт. Контракт на миллион долларов. Что неслыханно для первый раз снимающего кино европейского режиссера в Америке. Бог всем с деньгами. Деньги – это все так. Я мог переписать. Самое важное. Я мог взять моих продюсеров в дополнение, что обычно все очень против, на готовый проект. И, пожалуйста, получите, распишите. Проект мечты. И я в бреду сказал, типа, нет, я буду снимать свое. Я не знаю, что мне в голову пришло. То есть, нет, я знаю, что мне в голову пришло, но это не оправдание. Это, скорее, объяснение. Но это такая прям очень болезненная штука. Ну, и не то, что очень болезненная, но… Ну, давай, и последнее, что хочу спросить. Давай на хорошей ноте закончим. А то все, одни провалы, все ужасно. Да, да. Ну, вообще, мы конец уже засняли. Я просто спрашиваю какие-то вещи, которые, может, мы куда-нибудь вставим. Извините, это были сейчас слова мои подруги. А? Какие-то вещи, куда-нибудь потом вставлю, да. Я просто очень люблю офис. Я не могу. Твой проект новый, псевдоисторический, про вампиров. Что он в итоге случается? Сейчас, через две недели… Нет, 25-го мы должны сдать 8 серий. Мы сейчас пишем. Скажем так, он очень интересный. Я не просто так взялся за русский сериал. Потому что, по идее, это когда-нибудь изначально я подумал, нафиг надо. Но это дико мрачно, дико жестко. Жестко. И не то, что кровь, понятно, что кровь и так далее. Он морально очень острый по сюжетной линии, по арке персонажа. Будет или не будет – время покажет. Мы сейчас допишем. Там просто он безумно дорогой. Данила безумно занятый. У меня тоже с графиками не так все просто. Поэтому, как мы все это выстроим, чтобы это снимать. Дожим ли в этом году? Ну, в этом году, пока мы туда-сюда, пока я поехал в Штаты, должен был быть фильм с Бобом. А все это отложилось. И сейчас вот мы дописываем и будем смотреть, что будет. Мне жалко, что… Не то, что не жалко. Кино, понятно, заранее объявляет, это принято, это часть продажи. Но вот если мы делаем клипы, я всем говорю, с кем я делаю, я говорю, ребята, ничего не говори, пока не выйдет. Просто ничего не говорить. Лучше из-под тяжка хорошенько под дых дать зрителям, нежели «Сейчас будет! Сейчас будет! Сейчас будет!» И я просто видел, что у меня многие знакомые и друзья, кто занимаются, они вот так вот раздувают хайп, а в итоге выходит какая-то фигня. И это неправильно. Я так много сюжетов анонсировал, которые не вышли никогда. Нет, значит, ты выпускаешь другие. Тут мне кажется, что нет, опять же, кино ты не можешь не анонсировать, потому что это часть продажи. Поэтому я посмотрел кино без трейлеров, но, к сожалению, сегодня так вот так устроено. Я к чему вообще про проекты твой? Назови свои любимые фильмы про кровососов. Не мой любимый жанр вообще. Из всех монстров я очень люблю зомби больше всего. Из таких вот самых поверхностных. Если говорить про ампиров, я думаю, мой любимый – это Near Dark Кэтрин Бигеллоу. Это Ланс Хендриксон, Билл Пакстон, 89-й, может быть, год. Про парня Билл Пакстон, нет, не Билл Пакстон, там играет… Главный герой я забыл, как артист. Он идет на свидание в Техас, ну, такая юга Америки, ковбойская страна. Его кусает девчонка, и он едет, и она своей семьей ездит в таком рви, ездит по штатам, кусает, пиздит, рвет и уничтожает людей. То есть, это очень жесткие вампиры, они там нету ни капли вот этой грациозности Листата и вот этой всей такой эстетики. Там просто брутальные, по сути, идея простая. Что было бы, если вампиры были, была бы семейка ездила, выживала бы. Она выживает и пьет не кровь коров исключительно, так скажем. Поэтому, если не Dark, что еще по вампирам? Знаешь, у меня мозг очень так не работает. Мне сложно вспомнить. True Blood. А? True Blood. Не смотрел. Не смотрел. Не было же, я видел трейлеры, у меня заставка очень музыкальная, хорошая. Но я к сериалам... Знаешь, вот Walking Dead я смотрю с ненавистью, просто с ненавистью. Я ненавижу этот сериал, я смотрю, что я люблю зомби, я проматываю все разговоры почти, потому что они ни о чем. Все это псевдо-драматургия. Не, бывает что-то интересное, но по сути нет. Очень редко. Очень редко. И с первого сезона было. Не, с первого сезона было ужасно, а потом стало, на мой взгляд, немного получше. А потом скатилось, да. На самом деле это сложная штука, 10 сезонов, 9-й, 10-й сейчас будет. А Линкольн ушел, по-моему, от них, да? Главный артист. Рик. Я уже сдался на шестом. Я последние, может быть, полтора не смотрел, до этого я смотрел вот так вот, ну ладно. Зомби-зомби. О, зомби-зомби-зомби класс. Разговоры мотаем-мотаем-мотаем. Зомби-зомби-зомби класс. Мотаем-мотаем-мотаем-мотаем-мотаем. Я вот не позволяю себе ничего проматывать. Женщин короткая. Ну, я обычно просто иду чай заваривать, кальян, ну так, в полноуху слушаю. Ну так, распараллеливаюсь. Распараллеливаюсь. Ладно, давай про другое матом ты ругаешься. Давай. Не горжусь. Не гордишься, да. Но вот я сколько наблюдал за режиссерами, кстати, мудаком, тираном, чтобы донести свое видение до остальных. Нет. Нет, просто весь момент. Я очень часто слышал про людей, с которыми я работал, с хорошими артистами, с хорошими продюсерами, что они тираны. Потому что с ними очень тяжело. Очень важно ее разделять. Те, кто и мудаки, и тираны только потому, что они хотя бы мудаками и тиранами. И те, кто просто очень болеют за свое дело и толкают всех вперед. Я вот про этих говорю. Вот. Поэтому тут мне хочется верить. И надо спрашивать людьми, с которыми я работаю. Потому что я отношусь всем очень, как мне кажется, довольно-таки, ну, порядочно, с уважением. Никогда не перерыв на личности. И у меня были хорошие учителя, где я видел, кто делал, я работал, когда в кино я начал, как хлопушка, кофе носил, всю эту фигню занимался. Хотя нельзя сказать, что фигня кофе носить. Это очень важно. И хлопушка тоже. Без хлопушки монтажеру пиздец. Поэтому я был плохой хлопушкой. Монтажер приходил и говорю, you fucker. Если при тебя говорят, что ты сложный, потому что ты болеешь за цель, ты требовательный такого же уровня от других, то извините. Если ты ведешь себя как мудак, потому что есть куча режиссеров, куча историй, где люди кладут позор. Эти идут нахуй. Нарцисс? Нарцисс? Да нет, нахуй, все. Как бы тут вопрос задач и целей, что как ты делаешь. Или это выбор, или это ради чего ты мучаешь людей. Это большая принципиальная разница. То есть у нас были на харккоре, были тупейшие огромные смены, тупые смены, где мы пошли так снимать. Мне пошел камензавр, второй и шестер говорит, Илья, мы сейчас снимаем еще 18 часов два дня, а потом кто сядет в машину и разобьется ночью. Потому что мы в снегу, в ноябре снимаем в очень тяжелых условиях, это прям тяжко. Поэтому давай как бы подумаем, как это избежать. И я такой, и вдруг реальность меня стукнула, потому что я так живу в своем мире и строю создатель и так далее. А людям потом еще надо как добраться до дома, поспать и вернуться и добраться в желательном порядке. И мы прекратили. Ну как, мы срезаем, сколько я срезаем, сколько я смог. Не то, что там не 18, а осталось 16. Неважно, это как бы на меня повлияло, потому что я знаю одно, что ни один фильм не стоит вечных каких-то увечий. То есть там сломать палец одно дело. Другое дело, у нас заснул, у нас был парень, Миша Мехетаров, администратором, он заснул. Он заснул, потому что это была адская смена, надо что-то отвезти. И он заснул за рулем, проснулся, все в порядке. Никуда не влетел, потому что с ними люди ехали в машине, и видел, что он просто все. И я когда ездил, у меня не было водителя, я почему-то думал, что не надо мне проводить, или я сам справлюсь. Ну, какой-то максимализм, даже не юношеский, а просто тупой. Не надо рисковать другими людьми. Вот. И поэтому здесь я понимаю, что при всей там моей настойчивости на качестве и, я не могу сказать, что агрессивно, какой-то, у меня площадка не агрессивная, даже было бы желательно, и как-то люди, ну, чувствуют себя, мне кажется, довольно комфортно. Опять же, спроси у них. При всей моей любви к тому, что я делаю, мне хочется, мне реально, я кайфую, когда всем хорошо. У меня такая интровертная штука странная, что, когда мне хорошо, я чувствую, что всем было хорошо. Когда мне плохо, я хочу, чтобы все знали, что мне плохо. Но при этом, я чувствую, что для других было плохо. И якобы я так расписываю для себя. Но куча историй, которые я слышал, это, во-первых, это истории по-настоящим мудаков, это и продюсеры, и режиссеры, и артисты, и куча историй про людей, которых я лично знаю, которые говорят, о, с ними сложно. А они с ними сложно, потому что, блядь, он херачит, и он ожидает тебя такого же уровня. Это несложно. Он делает твой фильм лучше, блядь, скажи спасибо. Да, я, во-первых, согласен, немного про меня. Во-вторых, есть история с Джеймсом Кэмероном, которых, ну, ты знаешь, на чужих. Ты знаешь, что майки они одевали? Чужие три без меня, да, спасибо, Джеймс, да. Ну, то, что у него восстание команды было, да, все не хотели с ним работать и прочее. Ты знаешь, из-за чего они бастовали, извини, пожалуйста? Знаешь эту историю? Кто-то там из Second Unit, режиссер, по-моему. Нет, там началось с того, что в час дня в Англии, это как во Франции обед с вином на площадке при восьмичасовой смене, когда два часа люди просто пострадали, во Франции невозможно снимать кино. У меня рассказывали французы, кто снимает. А Джеймс Кэмерон, он выбешивался, потому что в час дня ровно был tea time. И шла тележечка с чаем и с конфетами. У него, блядь, трюк сложный, там, это пришли, должен дернуть, там, сложнейший сетап, когда ты провел еще два часа, чтобы все подсветить, и все готово, и чай. И он всей дури подошел, пнул эту тележку. Блядь, я его понимаю. Да, это грубо, да, это жестко, но давай подумаем на такой момент. Я его прекрасно понимаю. Кто-то не получил бисквит английский, да, а мы все, сука, получили охуенное кино. Я, как зритель, да, блядь, я пойду сейчас к нему рядом, пну ее еще один раз. Я ему машину времени, я пнул бы за него эту штуку. Дайте хорошее кино. Все. Другое дело, что можно это делать не пинком, а сказать заранее, ребят, второму режиссеру сказать, задача второго режиссера. Вот tea time будет, мы снимем вот это, подождите полчаса, и будет tea time. Это как обед. Есть в кино обеды, есть текущие обеды, когда люди отбегают на секундочку, нет часовой паузы, и отбегают на, там, у них есть какое-то окно, когда мы все поставили, светик бежит и быстро ест. Некомфортно. Хотя я когда работал на начинающей позиции в кино, я любил как раз быстрые обеды, потому что час я посидел, и мне было скучно, что ничего не происходило. Но это ладно, это мой подход. Это можно устроить с уважением к людям, или можно пнуть тележку. Пнуть тележку, это просто был крик души. Кришчин Бэйл, который начал орать на оператора на Терминаторе 4. Сто процентов грубый, грубый поступок. И он извинялся за этот поступок. Но когда ты читаешь всю историю, то что это не первый раз происходило, и Кришчин Бэйл, который погружается, пиздец. Он как такой попсовый в хорошем смысле Дэниел Дэй Льюис. Кришн Бэйл мне нравится намного больше, чем Дэниел Дэй Льюис. Но тем не менее. Мы снимаем с тобой сцену, и сзади начинает ходить парень, ставить свет. Я уже, сука, Джон Коннор, я уже погрузился. У меня режиссер, который до этого снял «Ангелов Чарли», мне уже не сладко, на секундочку. И ходит мудак, и вешает лампочки. Пиздец. Сколько бы я это терпел? Я думаю, я бы терпел меньше, чем Кришчин Бэйл. А Кришчин Бэйл – это Кришчин Бэйл. Извините, первый фильм у Стивена Спилберга сниматься в 10 лет. Он заслужил право снимать так, чтобы сзади никто не ходил в его line of sight, как сказать по-русски. Как сказать это правильно? Поле зрения. Его поле зрения во время дубля не ходил кто-то, не правил свет. Знаешь, что происходит, когда правил свет? Ты понимаешь, что как артист, ты понимаешь, а, значит, дубль до этого был плохой, сейчас стал хорошим. То есть, у тебя начинается сомнение, а ты должен играть. У тебя куча отвлекающих маневров в голове. А быть хорошим артистом требует немалой концентрации. И когда тебя эту концентрацию воруют, после того, как просил больше так не делать, я уверен, что он очень не гордится этим поступком. И не только потому, что его поймали, а потому, что сам поступок был. У меня у него ощущение, что он адекватный весьма человек. Да у всех бывает. Я как-то сорвался на работника, до сих пор стыдно связного из-за того, что ребята не были виноваты, просто система у них дебильной доставки, мне пришлось три связных объехать. В результате оказалось, что я не могу получить свой товар по загранпаспорту, нужно было ехать еще за русским паспортом. Тебе было стыдно после этого? Да, конечно, я перед ними извинился. Они нигде не написали, что паспорт нужен. Тебе подали кучу времени, пробки и так далее. Да, да, да. Ну, я, короче, вернулся, сказал, ребята, извините, мало спал, но у вас уебищная система доставки. Да, не вы, нет. Это всегда, всегда же стоит, к сожалению, не получая поговорить. Ритейл – это очень сложная профессия. Ты всегда сталкиваешь людьми, которые злятся не на тебя, а ты выполняешь функцию. У меня самая жесткая история, которой мне очень стыдно. Я извинялся и потом покупал цветы. Мы снимали Кольчика. Снимали в Твери Кольчика. Это была последняя или какая-то смена. Мы снимали крупный план на Иване Ясьянова, кто открывал. Он плакал. Дрессировщик, который мартышки потом улетел. И он должен был открывать, плакать и все. Это весь кадр был. И этот кадр снимал Ладо, как второй юнит. Я спускаюсь, смотрю. Да, да, кадр отлично. Ваня плачет, все хорошо. Все, я ухожу. Снимаю там какое-то что-то другое. Возвращаюсь. Потом смотрю плейбэк в конце дня. Мы все сидим. И я смотрю. И вдруг я понимаю на крупном плане, что у него здесь какие-то добавили, дорисовали какую-то хуйню тупую, какой-то грим. И я просто начинаю взрываться. Какого хуя, бля? Кто эти стрелки, бля? И нахуй надо? Просто начинаю взрываться. Уже четвертая смена в халотом. Оправдание можно много придумать. Но ни одно не оправдывает то, что я начал грубо ругаться. И грубо ругаться в сторону женщины грима. Которая немолодая девушка. И она старалась. И я все ругаюсь, ругаюсь, ругаюсь. И я поворачиваю. Она за мной стоит. И я на нее смотрю. И понимаю, какой я мудак. Прям какой я мудак при всех. Она была отдельно сказать, типа ты неправильно сделала. Но я взорвался пиздец. Единственный раз за последнее долгое время был такой тупой эмоциональный всплеск. Нефильтрованный совсем. Потому что мы всегда чувствуем какую-то злость. Но ты как бы понимаешь, что ты так чел. И здесь сорвался. И я начал извиняться, извиняться, извиняться. Я говорю, нет, нормально. Я говорю, нет, нет. Мне было дико неловко. Охуительные были съемки. Кроме этого элемента, где сцена, где мне было тяжело. Я не знаю, если она меня простила. Я надеюсь, что она меня простила. Потому что мне прям стыдно. Я на самом деле наорался в предыдущие годы. Поэтому сейчас несколько более спокойный. Но вообще, к чему я всю эту историю веду? Собственно, про Джеймса Кэмерона. Я когда смотрел мои кино «Аватара», он такую фразу сказал. Что вот, мол, я раньше злой был. От меня уходили люди. А сейчас я просто нанимаю людей, с которыми мне нравится работать. И в этот момент я понял, почему «Аватар» такой пресный. Нет, не за это он пресный. Знаешь, почему он пресный? Он пресный, потому что, когда ты делаешь технически новое… Тяжело? Нет, ты вынужден, к сожалению… Если у тебя вот эта часть пиздец новая, то эту оставь старой. И мне тоже очень бесит «Аватар» именно этим элементом. То, что, блядь, я видел эту «Долина папоротников» и «Покахонта». Все понятно. Я понимаю, почему. Я жду следующий «Аватар». Я знаю, что он сделает что-то гениальное. Я надеюсь. Я не смеваю. Никогда не застави против Джеймса Кэмерона. Здесь правила в Голливуде. Сказали, что «Терминатор» будет. Сказали, что «Титаник» будет пиздец. Самый классовый фильм. Все с ним понятно. Чувак – гений. Все. Он сделает. Перезапуск «Терминатора» еще. Я допускаю, что будет хорошо. Сколько раз можно обосрать «Терминатора»? «Хищника» сколько раз. «Чужих» сколько можно обосрать. Для меня это самая большая загадка. Я встречался с компаниями, которые держат права на И4. Они говорят, что бы ты хотел. Я бы ебанул «Хищника». Я бы сделал «Чужих». Я бы сделал «Терминатора». Они говорят, что пока не торос. Я говорю, что «Хорошо, не вопрос». Они говорят, что еще фильмец потом. Я такой, окей. Но я понимаю, что я смотрю эти фильмы. Особенно «Последний хищник» – вообще загадка. И у меня главная загадка – как можно сделать плохое кино с этими нереальными героями? Слушай, меня, может, современный Голливуд до такого довел. Но я, когда его смотрел, «Последнего хищника», я сразу воспринимал его как тупую комедию. Имени в цену «Ок» было. Просто «Шейн Блэк» были надежды. Понимаешь, хороший сценарист. Просто тупейшее кино. Не, я был прям… Я расстроен был. Я надеялся, чтобы… Я не надеялся, поэтому… Вот, наверное, вот… Не было очень. Я сидел с своим сценаристом и сидели с ним… После того, как мы весь день мучились ради вопроса о сценарии, которые вряд ли кто-то у нас заметит. Такая полудырочка была, к нам надо прикрыть, закопать. И мы сидели, смотрели фильм. Он поворачивался и говорит, «Илья, ты понимаешь, мы с тобой занимаемся…» Как же он сказал? Красиво сейчас. Не вспомню. Причем полируем деталь, которая… Ну вот, когда у тебя фильм хороший, это детали не стоят вот такие важны. Хищник, к сожалению, не пример. Ладно, еще раз спасибо за охрененное интервью. Приятно с тобой общаться. Взаимно. Спасибо большое. Сейчас совершенно… Это абсолютно наш человек. Ну, наши… Я подговорился. Ну, значит, подготовился. Ну, мы сейчас два часа… Я люблю видеоигры. Да. Два часа офигительно болтали. Общались? Болтали. Ну, болтали. Мне кажется, болтали, поэтому… Да. Ну, короче, это было кайфово. Счастливо. Спасибо тебе большое. Спасибо.